И запись пошла Почему нет ни Тиаши, ни Эльфи? Не знаю Не знаю, не знаю Итак, первый матч, который мы с вами сегодня посмотрим Это Мун против Чаймика Это онлайновая лига Ну, онлайновый турнир Африка Варкрафт 3 Лиг Сезон 3 Идет уже Пятый игровой день Завершена была групповая стадия Половина игроков была отсеяна И в течение ближайших двух дней Из восьми оставшихся человек Выживет только четверо И, собственно, после этого они идут в сетку И играют полуфиналы, финалы, матч за третье место И сегодня пройдут все матчи группы А То есть Мун Чаймика, Colorful Sock И дальше по сетке, кто кого выиграет Безусловно, повторюсь, фаворитом, на мой взгляд, является Мун, естественно Учитывая его форму Учитывая то, как он выступил на голде Учитывая, какие матчи он показывал На этом турнире Разгромив Просто разгромив В своей группе всех В том числе, к сожалению, и Хавка Посмотрим, что он покажет сегодня Хэппи тоже не пригласили? А я не знаю, здесь вообще по приглашениям Или нет Возможно, были какие-то даже отборочные Но, может быть, и Может быть, и приглашения В парадборочной ничего не написано Миша, привет! Всем привет! Сегодня выдался выходной, а тут и варик Кхузи! Добрый день! Пошла заставочка, это значит, что игра вот-вот начнется Передо мной стоит пять кружек Стоило жене уехать на два дня, и все И стол превратился непонятно во что Да! Мун 1, 2, 3, 4 Немножечко потише сделают наших комментаторов Они будут очень громко Очень громко кричать Потому что надо заранее подготовиться К этим Крикам Чаймика Мика Никнэйму Чаймика Хуман Блин Мун очень хорошо против хуманов играет Очень агрессивно Уверенно С разными героями С разными фишками Эмишн пишет Африка Воркрофик Инвитэшнл То есть все было по приглашениям Никаких отборочных Просто пригласили Вчера Хэпи с трудом выиграл Икс Лорда Прибегал Сокол и рассказывал про то, что там у них 2-2 Ну Икс Лорд, конечно, поражает Это Это очень быстро прогрессирующий Ну, понятное дело, что он старый игрок Что Но, тем не менее, он сейчас работает Ну, получил образование этот немец И работает по специальности И говорит, что у него времени очень мало Тем не менее, очень многое, судя по всему, играет И выигрывает какие-то И высокий уровень, самое главное, показывает Потому что в Мироре на равных играть с Хэпи Это, конечно, это значит, что ты в Мироре 120-го можешь убить Вот, поэтому Икс Лорд молодец При том, что в свое время он был Ну, хоть и одним из лучших игроков Но не лучшим игроком Европы Далеко не лучшим Всегда был Дэдман, всегда был Граби Тодд И Икс Лорд был где-то, ну, в десятке Но явно не в пятерке В среднем игроков Что уж говорить, его Сокол катал На национальных там отборочных, на ЕПС На ВЦГ То есть всегда Да и Хасу Обс был тоже не сильно слабее, да? В той же самой Германии Это говорит либо о том, что конкуренция раньше была выше По крайней мере, в каком-то регионе, например Либо, что Икс Лорд сейчас по-новому С новой мотивацией, с новым опытом Принялся тренироваться Его и Сокол катал, прозвучало как Хороший диспл И идет агрессивный кипер сюда Второго виспа Ой, я так же люблю делать Но опоздал немножко второй висп Это такая старая школа Два виспа на криппинг Архмага Чтобы совсем всем было плохо У людей по здоровью Стырил арт Стырил? Нет, не стырил артефак Энты работают, арча работает Минус один рабочий уже Минус один рабочий уже Второй Хотя, похоже, что третий даже Потому что их осталось всего двое Он вряд ли четырех брал с собой, правильно? Ой, как не хватает же сейчас Блокирует, блокирует элементарем Вот сейчас точно третий Как минимум Четвертого добил сам Потому что некуда было деваться Этому бедолаге-работяге А, тут труп арчи справа, между прочим Труп футмена чуть ниже И труп арчи наверху Не знаю, как удалось Ох, и добивается Молодец Чимика очень хорошо, конечно, действует Онлифан, привет Магазин такой агрессивный Он поставлен был под второго героя Для того, чтобы как только вышел второй герой Сразу можно было взять стаф Там бутылку И пойти в атаку Очень грамотный, на мой взгляд, магазин Таверна на этой карте Находится довольно близко к мейну И не надо так сильно выносить магаз Для того, чтобы у вас была возможность Ну, в нем закупиться Очень агрессивно сейчас крепится Его за это сейчас будут наказывать Чимика удивительно, конечно, действует С одной стороны, он играет против Мунчанского, да Который постоянно давит Его только что прессанули На четырех рабочих минимум И при этом он Не переходит в пассивный режим Опять заденайл Ничего себе Да, выходит Нага Покупается сразу стаф Но Кипер так и не получил четвертый уровень Это плохо, потому что Не будет энтов Какое-то время Привет, Эмадга Привет Хорошо, что ты с нами Идет вторая волна пуша Магическая вышка уже есть Но я не знаю, как тут действовать Муну лучше То есть он вызовет Аааа, он будет провоцировать Арчами Магическая вышка Наносит очень мало урона По Арчам А герои держатся, видите На дистанции нормальной Архмага сразу берет Ничего в себе Прикапывает, провоцирует Арчи уводит Как грамотно расконтроливает Тут Мунчанские Арчи отступают на фонтан Лечатся, прячутся Остальная армия продолжает Немножко терять в здоровье Но тем не менее Стабильно убивать вражеских унитов Но тем не менее Кипер все еще не третьего уровня Футмен заманивает всех на фонтан Сейчас будет будить Ну и надо сюда, наверное, возвращаться Я не знаю, почему не спрятались Арчи То есть все еще была ночь Это... Так, и играет, видите Фаст В быстрый В брызгахантерс холл Т3 То есть это Арчи с меткостью Скорее всего, третий герой Типа Патмы с Арбой А если двух виспов и протектор Эффективно было бы, как думаешь? Протектор очень ненадежная штука К сожалению Они строятся по-прежнему долго Порядка 50 секунд Стоят дорого И... Всегда можно сорвать ментов И отменить их Пусть ты потеряешь там Какое-то количество армий Но... Отмена протекторов Это... Очень сильный удар По такой агрессии эльфийской Блайчик, привет! Там у меня такой классный монг Уже ух! Я придумал, посчитал все, что с ним делать Минус ютуб? Не знаю Может там аспирант просто тыкает? Ааа, нет, видимо ты Ошибся, да? Я смотрел Ты не мог смотреть Я сегодня еще полчасика за него пробежал Палату костей зачистил Ладно, не важно Еще побегаем Кипер сейчас ну точно будет Да ладно Еще отменил Только не говорит, что он еще... Нет, не отменил Чимика прекрасно контролит Став будет сейчас на Наге Нага до последнего стоит Прекрасно отконтроливает Мунчанский Футмены, как вы видите, уже с дефенсом Достаточно давно И... Ну там лорница, наверное, первая уже строится О, пошла арбаун Две лорницы уже готовы И медведи, все-таки медведи Взял заспойлерил Мунка Только начал смотреть вчерашний Диаблон Прости, пожалуйста, Леон Рус Сейчас с арбой будет влетать Стабильный урон По защищенным юнитам Но почему-то Мун Не отключил стрелку И арба не работает Я не знаю, почему Он так сделал Там не работает Так, орбокет Второй Это ошибка Это прям такая О, все, отключил стрелку Отключил стрелку И теперь пошла арба работать Кстати Занимательный факт Если у орка Ой, в смысле у орка У игрока Две Или более, не важно Арбы Арбы То работает та Которая находится Выше по инвентарю Выше по сладку Начиная с левого верхнего угла Очень интересно Битый арчи Он отключил, просто по зданию стрелял Нет, он стрелял там еще по футмену До этого Замедлением А, не отключил А, сейчас ты имеешь ввиду Серьезно? Какая разница? У тебя же чат дотера Все это знают Привет, Хав Хавку Очень важно смотреть Эти игры Потому что Ну, чтобы убедиться, например Что Муна нереально убить За хуманов Или наоборот Как же он Ай, но сейчас все равно Большое количество арчей Будет терпеть Куда, 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 куда Архмаг без телепорта Тут подблочить надо Минус архмаг Ё-моё Приходит, правда, Маутон Кинг Все чаще-чаще Чаймика делает Т2 на экспанде Для того, чтобы Как раз отбиваться лучше С ополченцами На экспе Стоп, хуманы же имба Ну, по голоду Судя по всему, да То есть Как бы Ну, там очень близкие Полуфиналы были Настолько близкие Что речь не о балансе А речь о игроках Насколько я помню На последнем вот как раз Голде Оба полуфинала Были типа 2-2 И решающая третья Ну и, соответственно В решающих этих самых Третьих играх Победили, соответственно Тиаши и инфи Но Лин и Мун Опа, молоточек ловят Ну, это глупость на самом деле Там, во-первых, есть Став, 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 Став Ты чего, Мун? Я только хотел сказать Что там же два героя Друг Ну ладно Два героя просто стоят спина к спине У одного телепорта, у другого став Я думаю, ну давай, конечно, окружай, конечно Там козла, например, окружают Он передает став, нага уходит, ставает козла и все отлично Но... Он отступил козлом Видимо, думая, что нага успеет за ним тоже отойти Но такое часто бывает, если вы в окружении двойном таком находитесь То тыкайте, и один герой за другим выходит спокойно Но нага не вышла Причем отступила довольно далеко от козла Став уже не передать И все И пришлось вместо стаффа терять телепорт Мун продолжает давить экспант Уже четыре медведя бросаются на магические вышки И козел, и нага держатся поодаль Пока там собираются с мыслями Бегут с магазина Маутен Кинг и Архмаг Мун успевает Три вышки снести Надо перегруппироваться И Нвул пошел у Маутен Кинга Очень странный старт Такое впечатление, что он хотел сделать иллюзий Но мискликнул Это единственное объяснение Как он мог Нвул-то использовать на старте Жизни у него полные То есть ему не нужна бутылка Медведи вовсю воюют Арчи отступают Как он из этой ситуации перегруппировался Сумасшедшим образом То есть все Арчи, которые Ну, правда, медведи там подзастряли немножечко Но жертв очень много Реджу Причем не на себя, а на медведя Потому что знаешь, что, скорее всего, сам не выживет А медведь, тот, который был в форме Он выживает Идут первые кони Но сколько потерь здесь? Сколько здесь потерь? Элементаль быстро диспелится Иллюзия на коней Ты хейтфуэй, здравствуй И настоящее кладбище У Чаймика на экспанде Два барака кони, престы 60 лимита у Чая Столько же А, нет, у Муна даже Точнее, у Чаймика 50 У Муна 60 Но разница по героям колоссальная По уровню 4, почти 4 на 4, 1, 1 Понимает Чаймика, что если не будет Защищаться нормально Его следующей атакой могут смести Делает вышку Муна в это время совмещает приятное с полезным И лечится на фонтане И крепится Иллюзии коней Но сразу становится понятно, что Они не настоящие Жмется Чай На самом деле У него пока что есть экспант рабочий И до Т3 он дожил То есть, в принципе, тут есть продолжение Вполне Но проблема как раз в том, что у него Первый МК и первый Паладин Против там четвертой Наги И Четыре с половиной Козла Вот если вышка достроится То будет сложновато Магическая вышка достраивается Уже сложно Пошел стабильный урон и минус мана Виспы Давят героев Медведь, медведь, медведь Риджу Диспол элементарий И уже две вышки работают Уже нельзя ей просто так игнорировать Этот входящий урон Перегруппировывается чуть-чуть, чтобы вышки не доставали Но все равно одна магическая достает Медведь тоже поодаль Ну, немножко отходит Медведя спасают с Таффом Кони прекрасно танкуют И отступает Чаймика под экспант Очень близкая пока что игра Пошла регенерация Кони ждут Ну вот Мун может и не продавить уже сейчас Возможно ему стоит бросить секспант И идти на мейн И тупо при помощи медведей Продакшн уничтожать Ну, типа там барак Там же нет такого количества вышек Одна всего лишь Тем более Тем более она не достает Она не прикрывает Ни барак, ни арканку Last Hero Human говорит Добрый день, хочу похвастаться Смотрю вас более 6 лет на ютубе И все-таки решил созарегаться Хочу спасать Особенно за эмоциональный варик Душевный парагон Всем добра Приветствуем нового Нового товарища на гудгейме Помощники, если есть ключик Передайте ему, пожалуйста А то синевик 6 лет на ютубе Все-таки решился Спасибо На гудгейме, конечно Своя атмосфера И папашки иногда приходят В чат патроллить Видите Соколик Например Уфоги иногда приходят Блай Да много кто Так, в это время Четвертый аркмак Вынужден сразу телепортироваться Потому что прикопали Ладно, ладно Вспомню Хавка А то он сейчас уже прям печатает Чувствую, как скрипят зубы Все, вспомнили Хавка Нормально Проверяет, что нет экспанда Чаймика понимает, что ему нужно просто отбиваться Поехали Да, ему действительно Переходят Переходят на На мейн И пытается продавить 60 лимита Сапплай блок Есть у Чаймика Блин, снова в старой графике Я привык к новой Мне так больше нравится Что? Турнир был на новой графике Но после парочки вылетов Они переключились на старую Про Ragу 70 лимит он именем Da уже интерфаера пошел Грейдена атака Ох, не хватает либо виспов, либо фериков, либо того и другого Виспы подходят у Муна Он пытается спровоцировать противника Ну, Мун уже как будто бы смирился с тем, что ему не удастся продавить врага И именно поэтому идет и ставит базу по центру Ее Чаймика грамотно проверяет И даже задержит элементальным Привет, Тей Хорошо буду знать Может быть и сегодня даже Хотя У меня там чернокожий Монг в красных трусах Я помню искал профессиональные игры по варкафту Просто тогда хотел познакомиться с простсценой, также поностальгировать В итоге наткнулся на Мишкира, а там туда-сюда уже тут на ГГ Где-то с 16-го года 16-го это тоже много, конечно А ты раньше в варик не играл? Почему только решил познакомиться с простсценой в 16-м году? Какого Монка начали? Шигопу Он такой классный, такой жирный, с топором двуручный Бах, бах Мега живучий Мега мощный Ленив говорит, старая графа лучше, но она надоела, хочет разнообразия Ленив старый, конечно, старый, старый Опа, хорошее нападение на мейн Вот настал тот момент, когда медведей настолько много, что... Ай, тут нельзя будет А хотя нет Еще один форкет На рабочих Ой, как много приходится терять Он успевает добиться Он понимает, что всех медведей потеряет Если сразу не стелепортируется, теряет Два их Два их это много И сейчас может быть контратак от Чаи Понимает, это Мун Ему нужно защищать центральную Ааа, Мун отдает Да, и, кстати, вот это очень странное решение Как вы думаете, зачем упарываться, убиваться об вражеский мейн, в котором осталось 400 голды? В чем смысл? Это еще один вопрос к Муну То есть смысла в этом не было почти никакого, кроме как в убийстве рабов То есть можно было прийти, поубивать рабочих, просто ради экспы Но экономически эта атака абсолютно нецелесообразна была Он просто взял, отдал двух медведей О, минус пара пристов Инвизм спасает Чаймика, хорошо Кастеров своих Сорочку убивает, кажется, даже дракон И телепортируется во свои Ну, Чай вынужден отдать артефакт Что там, Арчона свою отстреливает, да? Мне показалось, что ряды парчей начали стрелять Застрял просто здесь Играл, но играл, когда мне было 6 лет Тогда совсем не до простыны Согласен абсолютно Ты когда, кстати, перестал играть в второй StarCraft Помню, увидел, не помню, несколько мест Пусть я посмотрю Да там в некоторое время вообще было все одинаково И на про-сцене, то есть близы в определенный момент Я не помню, какие-то точно года были Но патчи не было от слова совсем То есть это было еще до Изменения базовой механики Увеличение количества рабов Автоматического развода Ну, вот когда темп добавили сильно в игре Ну, вот до этого момента Не знаю, года два, три Были одни и те же стратегии Абсолютно ничего не менялось И мне стало скучно Привет, Ягуа Рус Сейчас, конечно, там ситуация пободрее Я с удовольствием захожу, посматриваю Но Возвращаться к комментированию и к игре Лучше варик Для меня Экспанту Муна стоит Турши Тау раскрыла за бист На продажу Страшно сказать, говорит Но-но-но-но-но-но-но-333 Что я еще куда-то в школе учился Начал сидеть Следить за тобой Я чувствую, что за мной кто-то наблюдает Варкрафт, Мун, Тод, прочие Так и остался Следить No, 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 no. Спасибо, что следишь, что присматриваешь. Я буду чувствовать себя в безопасности. Так, кажется, готовится атака Чейн. Лимиты сопоставимые. 80 на 80 почти. Пара свитков лечения у Муна и один свиток лечения. Но зато уже Маудон Кинг третьего уровня, второй клэп. Паладин почти третий. Третий паладин. Да там на мэне кого-то. Ополченцы паладину принесли. Принесли уровень. Кузя говорит, доброго. Мне кажется, или старый Варкрафт на нормальном разрешении приятнее выглядит, чем рефорж? Привычнее выглядит, чем рефорж? Это точно. Но уже люди начали просить включить новую графику, представляешь? Не, я-то не против на самом деле, но... Клэп кривой, никого не убивает. Он хотел виспов задеть. Виспы влетают. Конь, 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 конь. Неужели стаффа нет? Стафф есть, стафф не использует. Пошел Клэп Близзард. Молоток. МК должен выкладывать амулет. Сделает еще один стомп. Мортира танкует зря. Очень хорошо залетела по наге Близзардом и Клэпом. Конь врывает. Конь куда-то влетает в нагу. Не знаю, зачем. Отдаются там на арчах, на дриадах. Очень плохо здесь все проходит. Ну, хотя медведи красные, черт его знает. Дриадом фиолетово на этот Близзард. И остаются фактически только дриады против кастеров. Ну и огромное количество битых медведей. 74 лимита. У Муна против... Ну тыкни, опс. Ну тыкни, сколько там чего умерло. Опса уволит. Против 42 лимита, но Муна отступает, потому что у него все настолько красное. Твою, говорят комментаторы. Нужен свиток. Нага пытается прорваться к свитку. Очень сложно это. Очень. Потому что за ней уже идет МК. Правда без маны. Нага покупает свиток, покупает инвул. Пытается отстрелиться. Но ей нужно прорваться просто к медведям, к дриадам. Иначе толку от нее не будет. Дриады танцуют под залпами Мортир. Пытаются увернуться от картечи. Нага под инвулом. Вырывается к своим. Пошел Близзард. И сейчас самый лучший момент для свитка. Свиток. Свиток. Ох. Кипер почти шестой. Кипер почти шестой. Там нет маны на молоток. Это Транквилло после коня. Транквилло. И отступает Чая. Понимаешь, что как бы... Ну так я... Что он? Он... Минус паладин. Ооо. Контроль. 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 Я уже забыл, что самое главное это контроль. Ооо. Контроль. В одной из игр... Вчерашних. Слово контроль... Было использовано около 30 раз. Контроль. Если попытаться посерьезнее проанализировать... Первое, что бросилось в глаза, это... Это то, что у Чаймика была позиция не очень хорошая. То есть она была открытой. Ему... Там широкий фронт у эльфа был достаточно. То есть и сверху там были пара героев. И медведи не сильно толпились. И начал он это сражение не очень хорошо с Клэпой и тратой половины маны на одного несчастного виспа и слива коня. Потому что для Клэпо, для Близзарда, конечно, хочется повышенной кучности. Особенно на таких классных лимитах под 80. Контроль. Забанить бы я неедекватно на Твиче. А, давайте пойдем. Сто лет не заходил в чатик Твиче. Но для того, чтобы сделать... Что-нибудь... 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 Эй, а где? А где я не понял? Что-нибудь... 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 А где интерфейс на Твичеовском? Что-нибудь? Что-нибудь... А, ваше изображение проходит все перерывно на Твичеовском? Классовцев, уведомления, которые перекрывают... Перекрывает интерфейс плеера. Класс. А какой никнейм был у товарища? Беги, друг. Беги. Затих. Реально 3-2-2 какой-то... Нет, не 3-2-2. Раз уж все бородами меряются, помню, на ГГ можно было свои комментарии на реплеи присылать. Я тебе тоже присылал, помню, ваш снифонный комментарий, там было мягко написано, не стоит. Так вам не убили стримера, пришлось идти в универ, а теперь я радиофармаколог. Вобла. Класс. Да-да-да, трипл-джи-джи. Вот он, вот он, хорошо. Добавить друзей, личное сообщение. Забанить. Сделать модератором. Отлично. Все, пришли, забанили, ушли с течами. Такуна Мото, привет. Тоже говорит, привет, Мишка, я на ГГ уже более 10 лет. И вторая игра. А может еще и третья будет? Ну, Чая очень достойно отбивался, вывел игру в лейт. И у Муна на протяжении игры была серия ошибок, таких вот странных решений. Первая была, это, конечно, со стаффом. Окружение и минус телепорт, вместо того, чтобы стаффануть нормально. Контролло. 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 Не забываем, что самое главное — это контролло. Второй момент — это там до убийства медведей что-то еще было такое. Ну, то, что медведи понадобились на попытки убить базу, которая спустя несколько секунд бы закончилась. Смысла в этом нет никакого. И что-то еще. Пора вводить бейджи, сколько лет ты на ГГ. Да, я же говорю, вы можете уже зайти сейчас в профиль, в бета-профиль, включить, там поставить галочку «Профиль ГГ4» или что там называется, как она называется. Уже сможете увидеть, как будет выглядеть ваша страница приблизительно. И там уже есть справа комната ваша с вашими трофеями, которые вы будете получать за ачивки на сайте. В том числе будет блок ачивок за выслугу лет. Те товарищи, которые на сайте давно зарегистрировались там несколько лет назад или в самом начале вообще, у них будут свои трофеи. И можно сразу будет понять, кто есть кто. Не просто по эдишнику, а по наградам. Да, профиль «У-4» — «У-4» — «У-4» — «Ачивки сами еще не готовы, но новый профиль вы уже можете зайти, потыкать. Там уже можно привязать аккаунт удобным образом, ютубовский, твичовский. Там можно профиль удалить, там отредактировать. В общем, Блай говорит «Ох, ты ж ежик, Блендер на халяву. Блендер». Блайчик, что захочешь, то нарисуй. А будет амнистия старых аккаунтов по такому поводу? Хороший повод, кстати. Улья Дизель, это, скорее всего, недоделанно просто. И он говорит, что у него профиль, оказывается, деньги есть. Ничего страшного, ты все равно их не сможешь вывести. Потому что они не твои. О, чуть не добил сейчас бараком, видели? А то мой улетел за конструктивную критику, рекламу, легенцию в свое время. Конструктивная критика. А что ты предлагал конструктивнику? Привет, включил, теперь кнопка профиля неактивна. Там можешь выключить, а можешь Ctrl-F5 сделать, кэш почистить, и все будет хорошо. Да не лезьте туда, не лезьте, на самом деле. Это тестовые штуки. Акуномоты, ничего, я не расстроился. Давайте к игре, а то я пропустил первые две минуты. Тут Маутен Кинг и Козел. Маутен Кинг, который просто закрепил лагерь наемников, и пока дальше не пошел. Но на мейне, насколько я вижу, насколько я помню, не было грейда на второй тир, так что Чаев все равно побежит ставить экспант. Вот он уже и побежал. Тролль не успел кинуть сетку. Мун, видимо, понял, что с Маутен Кингом шутки плохи, его так просто не захарасить. Это тебе не Архмаг, который фаерболом будет откидываться. Можно и молоток между двух рогов получить. И решил сразу самостоятельно поставить экспант. Плюс, Козлу здесь некомфортно из-за того, что есть тролли с парочкой оболишей. То есть они могут продиспелить прикопку. Что может быть лучше, чем проснуться и увидеть трансляцию с Майкером и Варкрафт? Ой, не знаю. Я сегодня проснулся, увидел половину свою вторую. Вот. И порадовался. Потому что на два дня ливнуло и как-то грустно стало. Ой, Кипер в это время телепортируется на персоналочке. Влетает. Молоток виспа. Да, тут особо не похарасишь, реально. МК возвращается от третьего уровня такой. Кто тут хочет подраться? Бесс увидел. Да, Бесса. Ой. Мы, наверное, не будем третью кошку заводить, потому что... Левой рукой ты гладишь Бессу, правой Басту, и все. И как бы... Сегодня коты меня облепили с отрица. Поэтому на третью внимания не хватит. Там Ютап упал? Да, бывает. Ничего страшного. Локальная запись делается. Я уже рестартовал просто трансляцию. Клэп хороший. А, там прям второй клэп. Бедные Арчи. Ой, как им больно. О-о-о-о. Ай-эй-эй. Придется кинуть молоток. Нет. РЗН-62 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Миш, привет. Какие битвы Ринз запилил в общий доступ в новой версии? Спасибо. Надо, кстати, отменить. Я подумал по поводу прохождения битв. То есть Ринз сейчас системно выкладывает те сражения, которые нас ждут в парагоне. Но мне кажется, это... Ну, я пощупал, я понял, что там будет сложно, что будет интересно. Но я не думаю, что нам нужно битвы, которые выкладываются, все проходить. Потому что фактически мы кусками начинаем игру проходить сейчас. То есть потом, когда начнем играть в парагон... Ну, будут такие своеобразные спойлеры. Типа, а вот это мы уже видели. А здесь я знаю, как действовать и так далее. Я не уверен, что надо сейчас проходить сражения эти. Что ж такое? Поехали. Когда выйдет парагон, мы не знаем точно. Но очень хорошо, что Ринз начал активничать. Так, Мун прибегает, Кипер Нага. Экспанты там и там. МК пробег... Хорошая, кстати, застройка справа. Видите, фермы... Что? Так просто не забежишь ты в рабочую линию. Когда можно будет сменить гид на сайте. Тут надо это тоже обсудить с новым профилем. У нас есть технические ограничения. К сожалению. Там что-то неочевидное вылезает, связанное с каналом человека, у которого меняется ник. Со статистикой. В общем, там все не так просто. А, слушайте, здесь же Т2 у Муна. Он, кажется, с козами будет давить. Хотя, может, просто из-за экспанда отложился Т3. Он сейчас пришел, достраивает виспов и будет уже делать. А, слушайте. Поехали. Субтитры. Поехали. Субтитры. Субтитры. О, и добил Бараком. Не доконтроливает. Привет, Дарк Темпуар. Привет. Ну, вот в такой ситуации, казалось бы, Мун поставил догоняющий эксп, но по сути он контролирует ситуацию гораздо лучше, чем Чаймика. То есть он играет агрессивно, собирает точки, которые находятся рядом с Чайом. Чай жмется, потому что если он выходит, пока у него нет диспела нормального, ну, у него есть тролли, но тем не менее они нездоровые, ну, плюс там Дриады еще есть, он наверняка кого-то будет терять просто. И, ну, с другой стороны, совсем пассивно сидеть, это значит отдавать Муну вообще всю карту. Да, пошел Грейт на Т3, Эншин Тов Винд. Сейчас Чай собирает свою желтую точку, а Мун просто, его красную, выпадает плащик на эмаляцию. Ай, плохо. Казанец говорит, какой кайф смотреть старую графу. Да, все понятно, абсолютно, что происходит. Герои, юниты, анимации, предметы. Все считывается на раз и два. Ой, ха-ха-ха. Алиса, молодец. Предупреждение, сейчас будет еще одна попытка там у товарища, ну, которого на твиче забанили, он пришел, зарегался на ГГ. Нормально, на варег. Надо как-то поаккуратнее пройти фильтр, обмануть Алису. Кстати, видел мод от китайцев на рефорж, изменяющую графику, близко к тому, что они еще компанию стали реворкать, как Близзы обещали. Да. Скворев. Спасибо тебе. Добро пожаловать. Добро пожаловать на ГГ. Есть еще одна красная точка, которую хотелось бы Муну собрать, потому что все-таки в таком, в такой затяжной игре, когда у каждого по экспанду, когда понятно, что будут лимиты повыше, очень хочется получить артефакт, который будет полезен всем, всей твоей армии. А тут, кажется, уже отчаянно выход. Странный, правда, выход. 1300 на руках, 71 лимит, леса не хватает. Второй клэп, архмак с Близзардом, понятное дело. МГ с грейдами 2-2. У Муна даже лимита поменьше, но он более технологичный будет, потому что тут чисто Т2. Ох ты, какой бок оф дед неожиданный. Пытается козлом уйти, но почти нереально. Классно ушел на телепорте. Джин Пол говорит, включил ГГ-4, не могу искрыть чат на экране трансляции, нормальный или баг? ГГ-4 надо тыкать. Это у нас вообще мега экспериментальная фича, в которой, кстати, уже особо смысла нет, потому что сайт мы по разделам уже переводим на новые технологии, на новый ангуляр, там что-то еще. Вы, наверное, заметили, что он еще шустрее начал грузиться. По крайней мере, некоторые разделы, которые переделываем. Поэтому... Поэтому... Нет, Рокет Ракун, почти никогда. Потому что в условиях ограниченных ресурсов это фактически двойная работа. А БТ-сты в первую очередь нужны, когда у тебя есть две гипотезы равные, то есть ты не знаешь, какой будет результат. Ну и когда у тебя нормальное количество ресурсов, чтобы делать там двойную и тройную работу. Мы все никак не доросли до такого уровня, чтобы бахать АБТ-сты. Я сам говорил, что профиль включить ГГ-4. Нет, там профиль какой-то И-4. Короче, самую последнюю галочку. Нет, вот с СТБ это. Я о другом. По скорости загрузки сайта. Трансляции сайта-то. Как бы разные вещи. Лохматый. Нереально просто. Нереально. Но благодаря тому, что вы смотрите, что вы подписываетесь, мы, собственно, можем работать, улучшать. МКЛ будет в пятницу, кстати. Еще раз повторю. Стрим по сайту, где вот все эти вопросы можно обсудить, потыкать. Мы расскажем, мы покажем, что сделали за два месяца. Да, там пятый Маутен Кинг абсолютно согласен, что страшно за Мунчанского. Две бутылки маны у него. И идет атака такая серьезная. 1700, правда, голды на руках у Чаи. Я вот не знаю, где тут тайминг и как тут быть. А, он просто хочет нычку убить. Я понял. Не успеет. Класс. Ну, развод неплохой, но на этом разводе он потерял где-то 7 лимита. Кыка, здравствуй. А че ты синевик? Фатма классная, смотрите. У нее Соби маска. Непонятно зачем. Две перчатки скорости. Понятно зачем. Сорбой. Фейки уже тут влетают. Тоже молодцы. Вообще, наверное, Чаи должен был уже тыкнуть Т3. И раз уж, раз уж такое дело. Так ближе к народу надо бы играть. Кыкыйка. Кыкыйка. Да, уже Т3. Паладина ждем. Савунья тут летает, смотрит, что происходит. Лимит 80, там, скорее всего, Т3.3 у Муна. Странно, что Мун не лепит сейчас третью базу слева. Там висп висит. И вроде как все факторы Муновские сошлись, что нужно уже делать третью базу. Но он почему-то этого не делает. Он ее выше поставил? Что? А, он ее справа поставил. Нет, справа он поставил, кажется, далеко. Барак какой-нибудь. А, он третью базу. Нет, это протектор. Блайчик. Ну, ты-то мог увидеть, что расстояние между красной точкой и шахтой слишком большое. Ну, Блайчик, ну. Ну, ты же играл в Варкрафт. Спирит, привет! Требуем уважать права синевиков. Это бунт! Это бунт, который надо подавлять. А, выше, там, на третий. Так, идет Мун убиваться в экспант. Дриады терпят. Медведи тащат. Ой, пошли вертолеты. Телепортироваться, телепортироваться. Почему не телепортируется? Очень поздно тпшится Мун. Хотел еще форкет по-рабочим сделать, и Нагу в последний момент передумал. Да. База возле Магаза. Все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. Блайчик чемпион, Яну Бас. Действительно, база в тот момент шла. Там был протектор не против вражеской базы, а там шла база. Синяки вообще обалдели, говорит Хавк. Привет, Резка. Хеллоу. Но сейчас Чаймика должен быть мега мотивирован для того, чтобы выходить в атаку. Даже с учетом того, что он... Хотя он, может быть, и знает об экспанте справа. Но почему-то идет на мей. То есть у него нет экспа. Он понимает, что играет один в три. И что только что Мун потерял парочку-тройку юнитов на этой вот успешной попытке убить экспант. Блю Лайф Смэрос. БЛМ. Запускаем свое движение. Погромы начнутся. Синий виг. Ох, какой клэп шикарный. Позиция ужасная у Муна. Отвратительная позиция у Муна. Все, что нужно делать, это надо уводить. В смысле, убивать МКУ, потому что, если его не убьешь... Кыкейка 82 поддержал ваш канал на стороне и сообщает... Инвул. И все разваливается. Отлично. Спасибо за... За инвестиции. Фален подчеркивание темпла поддержал ваш канал на стороне и сообщает... Мишутка. Утречка. Хорошего стрима. Спасибо. Приветствую благородных донов и милых леди с чатикой. Минус. Привет, Фален Дупла. Это был очень опасный момент для Муна. И... Ну вот представьте, Маутон Кинг, который клэпает наполовину вашей армии, пятого уровня с третьим клэпом, и у него еще две бутылки маны. Естественно, сразу стало понятно, что этого МКУ надо нейтрализовывать. То есть надо его как можно быстрее вывести из боя, потому что если вот он сделает эти четыре клэпа третьих, там развалится все. И Мун попытался вложиться, но все равно растерял большое количество юнитов при этом. Бедный гиппогриф. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой лимит тут у Муны? Я не вижу вообще армии. Ну хотя 2 МГ, 3 Дриады, 5 МК врывается. Опасно. Он почти шестой, наполовину шестой. 81 папский лимит, нет, 80. Минус вертолет. Муна. Муна 90 лимита? Я не вижу лимит. Там, видимо, до заказ еще. Но МК крайне опасен. Привет, Сега 88. Что с вертолетами делать? Вообще непонятно. С одной стороны, довольно мертвый лимит выходит, но он контрит фериков потенциальных. То есть... Можно, конечно, постепенно склевывать гиппосами. И... Там в определенный момент, конечно, героями еще оттыкать, но это слишком... Слишком сложно. Михаил может мне затесаться в станции Нью-яков, спровоцировать бунт, а затем будем вместе его подавлять? Неплохой план. Ну, ты зря сразу планы вот эти вот. Так, секундочку. Батками надо забить вертолеты. Точно. Вертолеты контрятся батками. Или панду. Взять четвертый, прокачать. И ополченцы побежали. Мне почему-то показалось, что ополченцы побегут на экспант, но нет. Они идут в атаку, и это очень странно, потому что импэкта от них почти никакого здесь. То есть это скорее отдача экспы, чем реальный какой-то профиль. Веспы влетают. Диспель от Маутен Кинга полностью. Гиппосы склевывают весьма неплохо вертолеты. НК делает клэп на последнюю ману, выпивает бутылек. И четыре Маутен Джаинта. Вот откуда лимит. Он был в заказе еще два манта Джаинта, 14 лимита. Близзардом заливают МГ. Как же разваливаются МГ в том числе. Палыч на последних итак у него там хп не оставалось вообще. Снова клэп. Маутен Джаинт. Почти шестой МК. Падает, правда, Мортир. Отрезается еще одна. Почти пятый кипер. Пятая Нага. И Патма тоже четвертая хорошая. Но Маутен Кинг шестой потенциально. Это большая проблема. Куда лезет Патма? Ох, Аркадник Мун. Ой, Аркадник. Нечего добавить. Все по делу. И вслед за проигранным сражением Мун теряет Экспанс с очень высокой вероятностью. Тут танк бесячий. Чаймико. Клэп. Минус Виспы. Это развал Муна. Это развал Муна. Блин. Хавк, ты видишь? Записываешь? Ну, Мун, конечно, Аркадий тот еще. То есть вот это вот Патма, который лезет добивать Маутон Кинга, у которого 150 хп. И там Паладинчик рядом, Престы. Там 85 на 65. Майкер такой нубас. Да. Но Мун-то проигрывает. Нет? Мне кажется, проигрывает. Ой, позиция плохая, Учая. Плохая позиция. Очень плохая позиция. Заказ Мадан. Кричит Маутон Кинг. Клэп. Бах. По всем. Минус конь. Где стаффы? Маутон Кинг танкует. Еще сейчас будет Клэп. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. 62 лимита где-то на 80. МК там лезет. Налево, направо. Форкет. Маутон Джайанты. Без армии Маутон Джайанты, конечно, ничего полезного не делают. МК просто... Пупусьто, пупусьто. Палыч третий. Лечит. МК. 62 лимита. МК скоро отпустит. Здесь не добить Маутон Джайанты. Здесь можно попробовать, конечно, кинуть молоток. Но у Муны сейчас... Две базы работают. И это огромная проблема. То есть лимиты у них уже сравнялись. Нага делает телепорт. Но для того, чтобы Чайу остаться в игре, необходимо законтрить... Ой, справа, 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 справа. У-у-у-у. Минус мортира. Еще прикопка. Шикарно. Лечение. Став. Класс. И персоналка. Ой, красиво Мун расконтроливает. Вот это да. Комментаторы просто в шоке. Экспанда не осталось, да. Там 300 голды всего лишь. То есть они остаются сейчас без денег. Оба. Оба. Очень хорошая игра. Все краснючее у Муна. Медведи без формы ждут, когда у них мановы восстановятся для того, чтобы от Риджувы запустить процесс от Риджувы. Но здесь тоже кастеры, здесь тоже восстанавливается... Восстановлено уже почти все здоровье. И аура Архмага, конечно, работает шикарно. Неправильно оценивает ситуацию Чаймико. Он не знает, сколько золота осталось на экспанде у врага. И вслепую идет на этот текст. 55 на 75, но... Чемико. Ай, телепорта нет уже у Чая. Вот здесь может быть финальное сражение. Причем ни за что. Для Чая это абсолютно ненужное сражение. Кипера нет! У Кипера нет телепорта! Ставпом сразу включается Кипер. Кипер сверху подходит. Клэп шикарный, но МК подставляется. Кипер под слоу. Кипер под слоу. Минус конь. МК. Какой же он битый. МК отступает. Ой, сейчас Мун должен его тут развести в разные стороны. Ой, должен развести. Близзард пошел. Но армии, конечно, у Муны здесь значительно больше. И спрашивается, зачем Чай сюда пришел? Зачем пришел? Минус Архмаг убивается деревом. Кастер разваливается. Это 2-0. Это 2-0. Ё-моё. Ори, говорит Фридомберг. У меня тут есть корейцы, которые орут. Но игра очень близкая. Очень близкая. Красиво. Аладдин говорит, если он снесет мейн, разве это не будет заявки на победу? Особо смысла не было эту базу. Понятное дело, что она может выкопаться, пойти поставиться влево, но у тебя есть рабочие, ты можешь также экспант справа поставить. Ну, то есть, это, по крайней мере, решение можно принять позже. То есть, когда у тебя ситуация, например, будет получше. Не знаю, когда герои будут с большим количеством маны, когда позиция будет получше. Амеба, говорит, нуб на стримере, говорил один-один. Нифига себе, какие ноу-майнеры. Вот, Хавка провоцирует по такие вот темы. Причем старый пользователь Амеба. Жалко его, конечно. Жалко, у нас деактивирование аккаунта не работает и с бета-профилем, но приходится переключаться на старый и так деактивировать. Жалко. А можно корейских братишек немного потише? Они такую атмосферу создают в определенный момент. Шикарно. Я так не смогу кричать. Так, у нас есть пауза. Мы переходим к нашему Монку. Я на втором мониторе открою барик, чтобы не пропустить момент. Переходим на пятый уровень. Это новый класс, за него не играл. Это подкласс Монка Шугоки, который специализируется на двуручном оружии. У него значительно больше запаса здоровья, чем у традиционного Монка. Также высокий уровень брони. Очень высокий уровень брони. Но низкий шанс блока. И отсутствует блок рейнджовых атак. Это, собственно, его слабое место. О, ё-ка, красоты. Как же я стартанул-то тут не очень хорошо. Сразу пак. Почему-то пак стрелков. Но у него колоссальный урон. Просто 60-85. Без особых проблем. Что-то не... Сейчас надо подождать, когда придет герой. А вот и он. Минус герой. Принимаемся за миньона. Кто следующий играет? Следующими играют... Кстати, хороший вопрос. Сейчас, секундочку. Colorful и Sock. Играют они где-то минут через 10. Ну, 7-10. Подбезидельно так. Лени говорит, что поставил название игроков в названии... Ну, в смысле, название трансляции. Имена игроков в названии стрима. Спасибо большое, Ленин. У Шугоку под конец, если не брайк трейд. Который уменьшает запас здоровья. У него там 900 хп. 900. То есть, он очень жирный. Это просто, если качать виту. Качать уровень, качать виту. Но у него мили автохит еще очень высокий на рейнже. То есть, 40%. Или 50 даже. То есть, по нему, вне зависимости от армора, попадают рейнжевики. Каждый второй выстрел. Видите, и пробивают из-за этого. А блок шанс, в отличие от 70-75 у Монка, у него 40-ц с небольшим в ближнем бою. Что за игра? Это первая Диабло с модом Hell 2. The Hell 2. Мод бесплатный. Сделан Мордором, разработчиком из Москвы. Работа над модом шла очень долго. В игре огромное количество классов, подклассов, предметов. Все ребаланснуто. Все, прям все. От базовых способностей до... Кстати, зря я сюда зашел. Патфак. Ну, хотя с милишниками вообще проблем особо нет никаких. Потому что армора 50 на пятом уровне. Это... Мне тут пробивают, по сути, только лучники. Афтохитом. С вами. Из хороших предметов выпало вот это кольцо на старте. Оно действительно будет актуально долгое время из-за фастер хит-рекавери. Хороший перч. Декса голдфаунд. 56. Тухит дикий. Ладно, отказываемся от голдфаунда. Идем дальше. Китпоинтс плюс 16. Слишком мало для такого класса. Тем более. Но мод очень хардкорный. То есть там есть, конечно, режимы нормальные. Но если говорить о режиме Iron Man, то приготовьтесь к страданию. Потому что даже с нормальным знанием механики базовой будет огромное количество проблем с тем, чтобы пройти игру на всех трехформных сложностях. Но очень интересно. Потому что несмотря на внешний вид такой довольно простой, по механикам там все очень-очень-очень. Так, а вот весьма опасный пак. Ломается. Из-за сдвоенной атаки блок шанс уменьшается. Наверное, не сильный. Нет, в субпорядке. Герой очень плотный. По прокачке я решил все-таки идти в крит. Пересчитал средний урон, который получается... Прикинул, сколько добавляет нам стронг арм. Получилось не более 20-25%. И стало понятно, что крит урон он будет и универсальней, и... Кстати, хороший ремень. Мано-реген, конечно, не так нужен. Но экспириенс гейн уже в таком количестве вообще не решает. Так, а там пошла заставочка. Я думаю, что мы переключимся сейчас на варик. Окейн. Я тут просто пытаюсь познакомиться с каждым из классов. Большую часть мы уже увидели, узнали. А этот монг новый для нас. Поехали. Да, Смадуа, Клифф очень расстроил у монгов. Очень расстроил. С милищниками проблем нет, зато с девчонками на озере будем бегать. Не, монг, в отличие от того же самого воина, у него скорость стрельб... Во-первых, у него точность выше, потому что он под иксе. Он больше под иксе, чем по силе и вите. Соответственно, у него высокий тухит. И... Я, скорее всего... Я, во-первых, не буду качать магию ему. У него максимум 20 магии. Я прокачал десятку только для того, чтобы идентификации делать. И почти не буду качать витум, потому что ее и так хватает. То есть мы упоримся прям четко под иксе и силе. Четко под иксе и силе. Это основные атрибуты для арморов всех его, для пушек, и в том числе для тухита. Поэтому на лайке у меня должно быть уже дексы достаточно для того, чтобы попадать. Плюс есть уже пара предметов на точность, которые там по двадцатке прибавляют, и ни за кем мы бегать не будем. Привет, как думаешь, Мун когда-нибудь станет чемпионом ВЦГ? Вполне вероятно. ВЦГ ребутнули. Мун сейчас один из топовых игроков, и... вполне вероятно. Colorful против Сока. Еще один матчап Эльф против Альянса. Посмотрим. Сок 선수는 어쨌든 어려운 언데드 둘을 잡고 8강에 올라왔어요. Странно, что в прошлой игре, несмотря на то, что у Чай было в определенный момент почти 2 косаря на руках, ну и они регулярно выходили из лимита 80, он не делал грейды. Не делал грейды. 이 경기 10리너스 준비되었습니다. 경기 시작합니다. Причем его вроде как не сильно харасили. Но, видимо, с Лесом были серьезные проблемы. Тиринас! Тиринас! Вспоминаю эти 2-3 игры, которые провел с Альянсом на Тиринасе. Это как кошмарный сон против грамотного хумана, не умея здесь ничего делать, нормально крепиться, харасить, делать ощущение ничего. У этого класса есть специальный перк, который отличает его от других. Пробовали через Вемпиризм или дропнули. Вемпиризм вообще в игре убит. Этот персонаж не перками отличается, а скорее с этапом оружия и статами. То есть он очень хорош в ближнем бою с точки зрения урона, но все хорошо у него со здоровьем. Но есть проблема с автохитом и блоком от рейнджовых атак. Так что с лучниками действительно будут проблемы, так что особенно нужно будет arrow damage и distance брать. да, вардынка первым героем и тут мат кимик. Кстати, ВЦГ же действительно уже идет, то есть там или вот будут уже проанонсированы в ближайшее время онлайн будет проходить в ЦГС. Причем он будет ограничен по региону, насколько я понимаю. Он будет не мировым, без отборочных, только для азиатов. это что я слышал. С лучниками у всех проблемы нет? Нет, нет. У трапперши нет проблемы с лучниками, у лучников нет проблемы с лучниками. Какие там проблемы с ними? Встаешь, расстреливаешь и все. Бегать за ними не надо. О, прикольно, он виспань с этой елки не убирает. просто рядом ставит Арчу и этого хватает. О, тут жестовестных троллей. Распределил урон по Престу и Житсу. О, пожадничал, конечно. То есть он думал, что не добьют вдвоем, понял, что сам с руки не добьет, там рандом слишком большой 20-40 по троллю, и футмен мог бы нанести последний удар. Но вот то, что он пропустил выстрелы от Житсу лесных троллей, конечно, привело к тому, что Варя не получила второй уровень. Опачки, сок горит. Секундочку, паузу ставим. Престуру. Престуру. Очень нравится язык. Столько интонаций. Бери Ривнасок. О, вернулись. Большая бутылка маны. Стоило, конечно, это отметить. На всякий случай. У Маутон Кинга высасывание маны. И два Тролля. Там, я вижу, бежит уже сок ставить экспанд. Мунвела, обратите внимание, тоже ставят в Colorful верхней части для того, чтобы проще было отбиваться от дропов. Потому что слева леса значительно больше. Здесь амуль маны выпал. Да, у МК все отлично с маной 430. Пошла вышка. Варька на харассе, но на без третьего уровня. О, спровоцирует. Спровоцировала иллюзия. Не проверил инвентарь. Не проверил инвентарь. И молоток потратил в никуда. Понял свою ошибку, бросил. Не хватает до третьего. Ну не хватает, ну чуть-чуть. Осталось еще зеленую точку добрать. Ну, Варя ждет момент, когда можно будет залететь. Вот он в барак подходит. Арчи тролли. Ну и, соответственно, у Варден будет выбор, куда лететь. Хотя и там, и там уже будет магическая вышка. Так что сложно сказать. Ага, тайминг отличный. Вылетает Маунтан Кинг. Варя там пока... Ну, пока тут контролят, пытается тролля спасти. Варя залетает, ножи. Почему не прячется? Прячется. Покажите тролля. Баш срабатывает. Не спасает тролля, но он убивает рабочих. Снова прячется. Ну, МК... МК тоже там хулиганит. Ох, еще они ножи. Шикарно. Две лорницы провоцируют. И еще сейчас будут. Минус тролль, минус рабочий. И Варя влетает дальше. О-о-о-о. Террабл, террабл дэмэдж. Не такая большая здесь армия. Маунтан Кинг плюс фут. Они отменяют, конечно, одну лорницу. Но вот вторую, скорее всего, не получится отменить. Такими силами. Лечь торчу. Да, все. Отбился. Отбился Colorful. Тут он забил уже этого футменом преследовать. Такой хороший блок идет, что... Не догнать просто никак этого футменом. Пошли первые дрядки. Магазин, к сожалению, не готов. Поэтому мы теряем тролля. Увы. Мы за эльфа болеем. Да нет, нет, нет. Наверное, надо нейтральненько так. Всегда за эльфа, да. Я не могу это контролить, к сожалению. Сейчас только что классно. Сок прекрасно просто. Вы видели, что он сделал? Он выманил и купил шредера. Ценой с футмена битого-прибитого. Он выманил и купил себе шредера. Да, Рада, второй навык пока непонятно какой. То есть это может быть как блинг. А, нет, подождите. Она залетала с блинком. Скорее всего, это баг. Она же залетала. С блинком на экспант. Ой, хороший став. Спасает. Ножи. Подрезает тролля. Но сок понимает, что он должен тереться здесь неподалеку, чтобы эльфу было сложнее... О, это нычка такая у нас, да, наверху? Подрезал серклетку. Эльф не взял свою серклетку, а сок за нее взял. Мы нейтрально болеем за эльф. Да. Да. Но экспант не удалось соку отменить. Понятно, что он будет гораздо позже. Там минус 4-5 косарей по золоту потеряет. Но, тем не менее, база у эльфа, судя по всему, будет. Посмотрим, будет ли Харас с каким-нибудь дирижаблем. А если вы будете в игру? Субтитры создавал DimaTorzok Ночь реген Лось, потому что у них вылетал рефоржд И они переключились то ли вчера, то ли позавчера Нет, вчера это было, естественно, позавчера-то не было игрового дня Переключились на классическую и на ней и остались Так Я вот ждал момент, когда Варя будет блинком уворачиваться от очевидного молотка Она плохо увернулась Он рискует Потому что баш мог сработать И все Футмены без дефенс пока что Козочек в такой ситуации Никак не потерять Да, кроме как на Бладмейджа Он с трех шаров Все-таки добивает мега-коцаную друаду Привет, военфан Добро пожаловать Варька возвращается Но тут уже Бладмейдж начинает заливать Бладмейдж, конечно, очень варьке мешает Не доконтроливают дриаду Став Изначально уже был готов Как же Бладмейдж тащит Здесь первые медведи, Т3 И вэйжен, кстати, у варьки я не заметил Иконки разные В левом верхнем углу и в инвентаре у нее Вот, Асок пошел все в танчики И уже Т3 есть Пандой и не пахнет Там штын, наверное, от нее хороший идет И не совсем понятно, как эльф будет отбиваться От первых танков Совсем непонятно Варя готова залетать Но я сейчас саму буду очень сильно развлекать Третьи ножи Минус 3-4 раба Сходу просто Поехал первый танк Прямо у нее на глазах Панду только-только взял И пытается ее на зеленых точках поднять До приемлемого уровня Ну приемлемый вообще это третий, конечно Но до третьего-то мы не успеем Варя тут по пути подрезает рабочих Ступан досталось реально очень мало времени Для того, чтобы Танк уже на экспанде Уже дропчик Уже надо отвлекаться Очень хорошо танки стоят И понеслась развлекуха А в это время Тут два героя, два спалфрекера забирают Ну это классика Классика С одной стороны нужно харасить С другой стороны нужно отбиваться от танков Очень плохой манувил, видите какой Их вообще лучше ставить, наверное Не рядом с лесом Варден делает амшу Врывается опять же в рабочих Там встреча еще в правом верхнем углу Нам не показывают, но прям Там замес Панду могут убить Она немножко Панда ушла Это было близко очень И все Сок летает, развлекает Крипится при этом при всем Тремя героями И я думаю, что сейчас он резко метнется В левый нижний угол Для решения двух задач Первая это продолжение крипинга А вторая это построение экспанда Все-таки Блоди Мейди Как колорфул отбиваться, черт его знает Это дирижабль, пока ты не построишь гиппогрифа Вот он делает Теншн-Тоу-Винт Да, ну, смотрите В левый нижний угол Сок Кидается У него там ресурсов еще Вагон Он спокойно позволяет себе Еще сидеть на лимите 50 Но базу он сможет построить Только если будет какая-то Только если на халяву Минус шахту просто И главное Высаживаются танки Сразу Эльф по По рефлексу уходит Отбиваться Армия со мной Шахту не убили все-таки? А, он ее, видимо, снова начал прикапывать То есть они убили И дропнулись в другое место Шикарно развлекает Ну, нет шахт На миникарте показывается, как будто есть На самом деле нет Инициатива полностью просто в руках у Сока Ну, такое часто бывает Когда, видимо, играешь На ТС против танкиста То есть твоя задача как раз Эффективно отбиваться То есть ты должен просто реагировать На его действия И при этом не выпустить На третью базу По сути, если Не будешь много терять на танках На этих разводах И не отдашь ему Застроить третью шахту То, по сути, игра сделана А вот он начал уже застраивать Третью шахту Book of Dead выпал И решил сразу же Использовать Colorful ее Для более эффективного Более быстрого криппинга Это все те же самые два танка Представляете? А-а-а Гиппогриф прилетает И наконец-то положит Конец этому Безумию Но танки окупились многократно То есть они убили Несколько мунвелов Они отменили шахту Они Привлекли очень много К себе внимания То есть дали время Основной армии Чтобы покрепиться Урон от этих Парочки танков Из дирижабли То есть их влияние на игру Очень большой Я не знаю, как его посчитать Быстренько И пошел, смотрите Строит и наверху И внизу вышки Псих Делает грейды Все есть Тут вышки Там вышки Ну в одном месте эльфа Отменит В другом не отменит Логика простая Тем более Это не совсем стандартно Что сразу на 2 Выходит хумен И может быть Такой эффект Спокойствия Да, что он Вот здесь отменит И все отлично И не сразу Не будет сразу проверять Что там на другой базе Есть А на другой уже Грейдится Три вышки Первые кони Ванна, кстати Третья уже Успела она прокрепиться Варя почти шестая Ну это увлеклись Немножко бараки Сразу Хоп Подрезал Одну Один Хантер сколд Тут подставляется В котором явно Делаются грейды И сок Это прекрасно видит Клэп Это чисто Чтобы отзонить Все безобразие Выиграть время Ставчики с одной стороны Ставчики с другой стороны Самое главное Хантерс холл вырубить Это задача Основная Все Минус хантерс холл Минус грейды Там на полторы минуты И тут на развороте Сразу Инвул Дрейн Молоток Варя сейчас отпустит Коня жалко Да и в это время Во-первых Харас идет танками Во-вторых Нычка слева Уже доделалась Весьма неплохо Защищенная Правда Масонери по нулям Все шикарно Усоко Лимит 80 Полный контроль Карты Агрессия Еще создает Постоянное напряжение На базе У эльфа Но опять же Если будет Шестая варденка И Какой-нибудь Какая-нибудь Прокаченная панда То можно Пытаться играть Даже с меньшим Лимитом Весьма успешно Эскаватан Скорее всего нет Я не За ним не слежу Ну если там Прям интересные Будут матчи То можно посмотреть Да и дает Последних нейтралов На карте Варька прибегает Шестая Оооо А вот и Аватару Венженс Не хватило Здесь Дирижабля Для того Чтобы рабочих Спасти Там Говорят Фогич Не трон Бороться будут Фогич Приглашу А это уже Основной этап Надо посмотреть Тогда Окружили Мы любили Аватар Венженс Тоже Финал Европы А во сколько? Посмотрим Паузу Расписание И состав Плиз Говорит Фоги Ван Хавк Спайрл Да Спасибо Плиз 34 часа 20 минут Понял Я там открою В фоновом режиме Ссылочку Забыл про виспов Нет Не забыл На самом деле Вытащил их просто Хотя Не знаю Почему бы Не добыть Последнюю Соточку И освободить Дерево Козыка Не контрят Разве В чистом поле Да Но у него Козыки просто Остались Он же Не достраивает Их Да Теперь Ханта Вместе Маккинг Вместе Пау Вместе Пау Паладин Вместе Служит Сражается Увы Не сдается Тем не менее Хотя без Четырех Мортир Против Такого Количества Коз Сражаться Крайне Сложно Пятая МК Приходит Мортира Тут же На нее Кидаются Кидаются Козочки Перегруппироваются Грамотно Он Манеджерит Дриад Очень Грамотно И Пан Телепортируется В целом Размен Для эльфа Просто Замечательный Коз Обычно Не строишь Особенно В лытье В большом Количестве Из-за того Что Мортиры С картечью А там Т3 И все Дела Они Если Моргнешь Сразу Ушатывают Большое Количество Коз Сумасшедший Урон Плюс Сплэш Козочки Сами По себе Не такие Жирные Поэтому Жестят С козами Либо те Кто Их очень Хорошо Контролит Типа Мун Либо Вот Пытаются Очень Быстро Выключить Юнитов Опасных За счет Блинка За счет Правильной Позиции За счет Забеганий Герои Такие шикарные На самом деле Усока Усока В любом случае Сейчас преимущество Там залетает Конечно Варден На эксп Но рабочих Там даже Нет Добыча Соответственно У эльфа Только с одной Базы Сейчас Временно Усока Тоже с одной Но потенциально У него есть еще Вторая Под боком Варя возвращается Ну убила там Одну вышку Немножко Майнинг тайма Время добычи Чуть-чуть Подрезало Ой там Сколько мортир Идлины пары Дыхания Панда Делает Ой как же Козам больно Как же им больно Ё-моё Падают медведи Но тут сок Вроде ушатывает Очень много коней Героя высокого уровня За счет аватарки Можно тут подержаться Какое-то время Но в целом Все очень плохо У Колорфула Почти окружил Аватар Венженс Бегает за ней Это очень Сложно Когда по тебе еще Дряды Стреляют Он уже находился Не прямо На этом экране Он отправил И Пытался вернуть Как можно быстрее Варден Очевидно Для того Чтобы как раз Этих мортиру Ушатать Вот Но не успел Немножко Но Вовсе Эникба Тут Тут Не лоу Понимаешь Тут сложнее все Чем кажется Минус Экспанд Единственная Добывающая Шахту Эльф Панда Пытается Хоть что-то С экономикой Сделать Да Уверенно Сок по сути Контролировал Всю игру У него всегда был запас У него всегда была защита Он постоянно Шатал Просто Раздергивал Эльфа В разные стороны Танками Заставлял Эльфа Ну Отвлекаться То на танки То на экспанд То На Атаке Этого самого Хумана То есть он же Постоянно еще Подходил Создавал напряжение То есть Атаковал Небольшими группами Очень грамотно Короче говоря Сок использовал Преимущество Своё Шикарно Отыграл Сейчас я попрошу Сделать Еду Какой-нибудь Типа бутеров Потому что Я чувствую Что Не выдержал Типа 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 Зизитопа говорит, после голда решил в Варик поиграть впервые в жизни Сейчас с компанией прохожу на харде Контроль тут, конечно, сложный, местами просто боль Зизитопа Хорош Серьезное решение Компания в Варике отличная Держись, превозмогай Страдайтерпи В Горисове Компания в Варике В Варике В Варике Страдайтерпи В Варике Страдайтерпи В Варике Так, сегодня у нас групповая стадия Дрымхака. А почему сегодня играет? Они в разнобой, видимо, да? Через 5 часов Хэппи Крафт. И они все это параллельно, что ли, будут играть? Один день. 6 часов. Первые матчи каждой группы, да? Не одновременно, друг за дружкой. Да, то есть сегодня будут играть Тарзин Ди Мюслим, Фоги Ван, Хэппи Крафт и Хавк Спайрл. А завтра будут Кэш Купер, соответственно, Нейтрон. Я думаю, да, можно вот эти вот 3 матча, соответственно. Фоги Ван, Фоги, Хэппи и Хавк. О, и то включу. Мы возвращаемся. Много в Варкрафте сегодня будет хорошо, но будет возможность за наших поболеть. Это важно. Это важно, там больше эмоций. Значительно. Так что посмотрим. Надо бы еще анонсик бахнуть в паузу. После этой серии будет небольшой перерыв. Я перекушу и сделаю анонс по Дримхаку. Не знаю, правда, где мы будем смотреть, потому что Дримхак это ESL, ESL это твич, но у нас есть гудгейм, поэтому в любом случае найдем, где что смотреть. Что с черным в Д2. Ну, во-первых, Д1. Он жив, все хорошо у него. Он с огромным количеством брони, с сумасшедшим уроном. Идет в палату костей. Ну, почти. Мечтать ломать. Да. Аль Капоне, да. Там просто HELL 2, но Диабло 1. Барак выкапывает. Классная схема, конечно, тоже. С криппингом. Чтобы, видимо, поближе оказался и Архмак, и Кобальт, по которым Барак наносит больше урона. Увлеклись на футменом. Аж двух виспов нужно выдергивать для того, чтобы... Для того, чтобы Барак тут вытанковал. Что там педантов энергии? Да-да-да, Кхана Фикс. Я же прочитал несколько раз пары, которые будут играть. Сегодня будет Фоги, Хэппи и Хавк. Играть. Да. Плюс 6이면, действительно. Дальше. Плюс 4, но... ... ... ... ... ... Но это не так. Вместе с помощью 5. Вместе с помощью пензи Абби, не так, Абби, не так, абби, не так, абби, не так, Абби Абби Пока пассивно Оба играют через скриппинг Да, Тарас, спасибо тебе МК почти третий Там справится с скриппингом Он идет в агрессию И, кстати, может весьма неплохо поймать Да, поймать вот этих троллей всех Ох, они понимают, что бежит МК в рассыпную Сразу все, и никого нет МК прибегает никого, кроме барака Там тролли в одну сторону, арча в другую Но Варька сейчас может сама подрезать хорошо Но у нее третьего нет Все равно по темпу проигрывает, как вы видите Но сюда на помощь Варден бегут тролли Но МК есть персоналка То есть в конце концов он может Да, вот так быстро вернуться Да ладно Ладно Как же сок грамотно действует, а Как же грамотно действует Ловит в последний момент молоток Фир, говорит, прийти от дворового котенка недавно Так он сейчас лежит на диване смотрит стриммайкера Надеюсь, ты его привил сразу же Потому что если ты его взял со двора, то точно у него Есть Есть проблемы Обязательно нужно бахнуть прививку Там такой букет может быть Кан, ссылка на сетку есть в Message of the Day Всегда надо тоже привыкать, что в чатике есть информация сверху С полезными ссылками Потому что если реагировать на каждые вот такие вопросы Как бы нужно вроде как вежливым быть Но это отнимает очень много времени Поэтому формируйте привычки правильные Чтобы не отвлекались мы от игры Варя все еще не третья Подрезает наконец строля, получает третий АМК вместе с строллем По четкому таймингу приходит и лорница отменяет Сок, конечно, смотрится гораздо более лучше Мне вот любопытно посмотреть, как Сок будет с Муном играть То есть что один, что второй Они, соответственно, играют лучше, чем вот Colorful Блин, с кем-то Мун играл С Чаймика Вот, и кажется, что матчи будут гораздо более напряженные У Муна с Соком, чем Он три, а ты просто можешь ссылочку дать и все Главное, чтобы ссылка заканчивалась на JPG и все будет ток И опять лорница отменяет Прекрасный контроль за тем, что происходит вообще на карте Усока Превосходный контроль Я думаю, что с такой игрой Видно, что Варя уже сдает позиции против правильного МК Будут уже переходить на Дэху первого Против МК, на таких картах, где он стандартно берется МР, подчеркивание, Смилин поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает Картинка.йпг Кошмар, как же он его шатает Лорницу вообще не дает поставить Уже третий раз отменяет лорницу Только одна достроилась, первая Дриада выходит Из дымящейся лорницы Голем со Слоу Очень грамотный криппинг, очень грамотная агрессия со стороны Сока Долгое время не давал получить третий уровень в Арденке И прекрасно по таймингу атаковал Очень хорошо Играет вообще сок И при этом, знаете, у него все же на базе делается То есть у него там Т2, там заказы Сейчас немножко увлекся, понял, что надо телепортироваться И никого при этом не теряет Шикарный развод На один телепорт он столько всего добился 50 лимита, Т2 Быстренько регенер жизни и ману Знает, что у эльфа нет экспанда Вообще это проигрышная, уже абсолютно проигрышная игра у Colorful Я не знаю, как тут выруливать Экспанда у тебя нет По герою ты как бы в лучшем случае дотягиваешься сейчас до противника 3.7 По технологиям ты уже не впереди Из-за вот этого постоянного отменной лорницы Там уже Т2, понимаете, у Сока Там уже Т2 Правда, здесь Т3 уже, правда И Медведи выходят Но проблем у эльфа масса Лимита мало Ресурсов мало Отлично отыгрывает Сок Привет, Сид И пошли Хавки Может, кстати, и Грифоны Потому что... Ну, хотя нет Хавки могут быть на Т3 Там же Animal Training все равно есть Да и Ставы полезны очень О, современный, современный МК рядышком под инвизом Ну, он хочет стырить артефакт Но, правда, у него в инвентаре ничего нет Не удалось, не удалось Высасывание маны все-таки взяла Варька Я не посмотрел, что по Экспе Но, вроде бы, добил Маутен Кинг молотком У него 3.7 было Не помню, когда точно Только задача помогала отцу доски таскать И все лицо в опилках Это святое Доски Ну доски как бы, на пару-то нужно Естественно На пару Изи А в одиночку Из-за того, что там такая амплитуда идет Они шататься начинают Как бы там их не перехватывал все равно Сложновато Мы не так давно В начале этого лета перекладывали тоже С доски Укладывали нормально Там же нужно, чтобы просвет между ними был Чтобы вентиляция нормальная Накрыть их еще надо Если хорошие запасы Чтобы Чтобы не заливало ничем В любом случае Доскам, как правило И свежекупленным Особенно нужно полежать Пару недель Для того, чтобы Они просохли хорошенечко Так, ну Сейчас идет Такая агрессия от Калорфула Но пусть она вас Не это самое Не сбивает с толку Он очень сильно позади Он настолько позади Да, и сразу грифоны пошли С трех Петухарин С трех авиарий Извините Да, Фир За котам Действительно тебе уважение Потому что Большинство на улице Не выживают Так что Если ты мелкого взял с улицы Это значит, что все Ты считаешь, что ты его спас Учитывая статистику И количество болезней Там Выживают Выживает небольшой процент Не могу сказать какой Из котят-то вообще Крайне низкий Потому что Меньше 10% А если подростковый дошел То там Через болезни Если прорвется То То будет жить Но самые Самые опасные Конечно Это первые месяцы жизни Даже, наверное, недели Если речь о котятах Поэтому респект Как ты его назвал, кстати? Харас? Так Варн убивает рабочих Пыталась Пожадничала немножко Но хотела сделать ножи Напоследок Опа Это был Кажется у нее Высосали просто Красиво Схайдилась Оно Хайдилась уже В момент полета молотка Красиво Очень красиво Бо-3 Да, Родати, Пселищ Привет, кстати, старичок Это Бо-3 Его дети во дворе Звали Пушок Я такое имя оставил Пушок Хорошо Еще не поздно Ну ладно Хорошо Пушок отличный Если он пушистый То значит Пушок Пушок А вот сейчас будет атака От Сока Такая, что У эльфа 50 лимита Там под 70 должно быть Причем половина армии контрит Армию эльфа Будет пушить Да, 70 лимита Палыч третий Это Просто нереально Фотку, говорит, студия Да, без фотки не поверим Покажи Покажи эту морду Есть возможность Сфоткать его И показать пацанам Хавк вылетает Хавк еще не вылетел Ой, очень хорошая сеточка Почти под вышками взял Лассо Так ультимативно Ай, зачем вышками добил Я думаю В одну атаку Сейчас Сок убьет Ну не вижу Каким макаром Здесь защититься можно Дени подчеркивания Тита поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Разделяю Респект за котов Точка Сам взял С улицы черного И одноглазого Точка Более ласкового И воспитанного Еще в жизни не видел Они очень благодарны Очень благодарны Они помнят Без этих Выкидонов Закидонов Ловят сразу Хавков Хавки по сути Это такой слив Получается Учитывая экономику Шикарную То есть Зачем гипосы Это слив Сори Я оговорился Хавки Как раз Очень хорошо Компят Даже несмотря На ракеты Тинкеровские Все равно Тут значительно Больше хавков Все ловится Грифоны Разобрались Почти со всеми Медведями По лимиту Не потерял Ничего В общем Это изи Игра от Сока Я очень хочу Посмотреть Как Мун Будет сражаться С Соком А сейчас Пауза небольшая Пойду быстро Позавтракаю И к вам вернуть Не скучайте Общайтесь Грифона Соком Соком Далее Далее 2020 AWES 19 議 Car pit уют 跟 performed Игра destruct Гин非 аты ov Общики Сок с уд rods Субтитры сделал DimaTorzok 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 биты из скриппинга тоже взял котенка с улицы но не очень ласковая кусается царапать на руках больше не сидит по пузу разрешил играть только спасти два года нифига себе это странно взрослая скорее всего в возрасте дичь очень сложно переручить выбегают ополченцы наверное надо тратить прикопку одну или нет или он все-таки будет за наверно будет 1 рабочий минус 2 но архмак уже 3 уровня опять же спокойно добил огра спокойно взял артефак троллей тоже поубивал в целом у сока ситуация очень хорошая у индрош фэра сменилось за последние 10 лет 4 кота все с улицы у матери 2 живет у меня 2 живет все прям черные черные коты да это они особенные ооо дипса скинул тоже своего не было места и 2 3 по ходу дома кого-то же лапа на улице вот эта ферма которая стоит слева она очень хорошо контролит экспан то есть его там есть очень мало где можно построить чизар говорит у меня код который жил со мной 13 лет так и не начал дозволять мне гладить больше пары движений зато к матери очень благосконен за за что с ней живет сейчас после моего приезда понятно переезда да некоторые коты по полу тоже определяют не знаю как это происходит добрали котенка в лесу 11 лет характер очень дикий лесной кошки остался кроме супруги меня никого не допускают тоже фоном режиме открываю нет любопытно каким макаром он будет из этой ситуации вы выкручиваться потому что у него все еще нет базы он похорасил весьма так слабенько и а монопоушен посмотрим энтов конечно очень много виспы идут в атаку просто откровенное палево что идет атака в накたке странно магическую вышку не перенацелил на мага на козла да только что последний пара оой нет не успел магическую вышку убить ооо oh там уже дефенс сверху идут ополченцы я вижу по мини-карте Арчей много Но им тяжеловато С футов быстро убивать У алхимика причем осидка Вон фут там сзади Один с дефенсом Нарезает Арчей Так, Архмаг подставляется Осидка прикопка в фокус Я скудрец его, кто на скинь Отлично Я фоновом режиме открываю, друзья Сорри, что не реагирую, потому что здесь Здесь игра идет Столько трупов вокруг Посмотрите в магической вышке Там умерло человек шесть Рабочих Но вот эта атака была уже, конечно За Муном, безусловно Герои прокачались Он взял алхимика первую Он уже второго уровня Притом, что делил экспу с козлом Так что там смертей было очень много И атака продолжается Точнее новая атака идет Виспы вперед Энты Хочет прорваться и к магу Вот хороший момент для диспела виспов Одного задиспелила, второго не стал Минус магас И ополченцы очень классно сзади добегают По таймингу вовремя Напрашивается сейчас осидочки Не знаю, хватит ли маны Вроде должно уже хватать маны У алхимика на осидку Но он ее пока не кидает Вон пошла осидка Крайне тяжело арчами пробиваться через И телекор Ну понимаешь, что сейчас будет терять арчей И телепортируется Да Очень классно сок отбивается Как дефенс работает, отражает часть стрел Смайл, ты серьезно, знаешь? Я правда тоже тебе сразу не отвечу Потому что дефенс не так давно меняли Но он и блокирует 2 трети урона Раньше, по крайней мере, блокировал И каждый третий выстрел еще отражал Его сделали менее эффективным Не помню, что там по цифрам конкретно Но в целом он все равно отлично Отлично сопротивляется урона И отражает все еще Просто процент не тот Мне кажется, там типа С 6 до 50 снизили В сокращении урона А рефлект должны были оставить тем же самым Типа на уровне 33% В целом, например, футмен с дефенсом убивает дриаду Причем большую часть урона дриада наносит по себе самостоятельно Гость Всеслав поддержал ваш канал на 200 рублей И сообщает Сок, красоучек Заработал мне денюшку Майкеру спасибо за освещение Освещаем Освещаем Очень давно Появляется Нага Мун пытается штурмануть Мэйн Но на Мэйне тоже есть вышки Есть ополченцы Харчей становится все больше Они уже скоро с меткостью будут Вот этот момент Он очень важный Есть ли у них меткость или нет? Есть Судя по тому, как отваливаются Ополченцы даже Несмотря на то, что это осидка Все равно очень жестко Они уже должны быть с меткостью Но Сока прям очень много Сметается магазин Тролли сзади стреляют Там 4 тролля С дисполом И Мун отступает Три элементали Минус алхимик Вот это да И появляется панда ГГ пишет Мун и ливает Вот это да Мика, привет Миша, привет Тут недавно Котами хвастаются Недавно в районе Биберева Москве увидел Практически памятник тебе Опять про Бобров, наверное Давайте посмотрим на Котанов Под Лиза, а, черный Болтс тоже открыл Твоего Котана Просто батя О, неплохо смотрит Опять он, говорит, Диабло Стримит Хозяин, когда Когда нормальные игры будут Молодой не понимает Неплохо Презрение в глазах Превосходство Кот важный шпун Столько разных Выражений лица На фоне котов Заметьте меня, заметьте Ковер, ковер На фоне кота Прекрасно Я помню, как они любили За это самое Запрыгивать просто И по стенкам Да, да, да Бобры это наши Ой, хорош А это травка для него, да Чтобы, например, простает И он ее ест Неплохо Подстригли Жей Тут коты Я скину тебе Коты Коты Тут много котов Смотри, напоминание тебе Я уже позакрывал, правда, многих Но они продолжают поступать Это эти Мальчики Это значит, что они мальчики Это девочка по морде же, нет? А это пацан Сейчас еще один Хит фэй Щегол Обе девочки, кстати Я вообще по морде Не смогла Определить Второй кот Давайте последнего кота посмотрим О, хорош Работа и гладь Да Они делают Жизнь, конечно, получше Мастера невербального общения Очень внимательны Синталис Мои похвасты Ценила коврик, между прочим Сейчас Все, ластецкая Я жужжал Зверь Когда принесли на констракцию Думали мальчик Оказалось, девочки Да, неловкий момент Итак Мун проигрывает соку 0-1 0-1 Классно Тут Тригерится Архмаг Бежит уже Ты Арчу Водишь Рядом никто не стоит Но Он все равно Скастует на тебя Лайтнинг щелд Сокол Это сокол? Неплохо Нет, это разные люди Не, онлифан Там все ровненько было То есть Мун никакие Ничего не отдавал Сильно Очень хорошо контролил Просто Он играл в ол-ин И думал, что продавит Но не продавил Вот и все Развел на сеточку Класс Запорол немного криппинг И там энты Оооо Тут столько жертв И диспл шикарный Слева залетает Еще не поздно вообще бросить Это гиблое дело Не добил тролля Работает по рабочим Рабочих отходит Атакует Не попытался добить тролля Но в целом сок тут Все равно должен за Не, он бросает голема Он решает не добивать Может быть из-за Подошедших Арчей Такие классные комментаторы По интонациям прям все Вторая попытка забрать Голема Мун тут как тут Виспы на готове Как же больно Там по Арче Пролетает И вроде там нет никаких Артефактов на урон И третьего урона тоже нет Рабочие бедолаги Пытаются големы Заковырять Только один из них Ополченец Ох И виспа все равно Даже добил Представляете В валете скинул Открыл яфоновым режимом Почему козел продал когти? Не продал Не должен был Почему продал? Ну в инвентаре отображается Может быть сейчас Продал А еще Не не продал Может у него вторые были Но откуда у него вторые? Он закрепил только две точки И потом побежал Вот у него два артефакта есть Ну и снова пошел Экспантус Ока Лохматый С таким никнеймом Задает Правильный вопрос Зачем вы катанов бреете? Для того, чтобы им комфортнее было Не так жарко летом Чтобы не вылизывали Чтобы клоков не было Если повышенная пушистность Окружение шикарно Он вынужден телепортироваться В той ситуации В которой должен был атаковать Книжки не замечают Очень часто игроки Второй герой Нага Но Мун Повторяет одну и ту же стратегию То есть разные герои, конечно И разные Так скажем Степень Ну такого стартового хараса Который он наносит То есть он убивает В прошлой игре, например Было значительно хуже у него все На старте Потому что экспант поставили Почти без каких-либо проблем Хараса не было Здесь уже ситуация получше Экспант был поставлен Позже пять виспов Просто идет Диспелит сразу Скрилл оф зе бист В это время Пока футмены Отвлечены Убиваются На халяву ополченцы Это грубая ошибка От Сока К сожалению Они умерли Ни за что У ополченцев Колоссальный урон Конечно По сравнению с футами Небольшое количество Здоровья Ну и они улетают Очень быстро И пошел телепорт Плохая позиция Для Сока Эльфы больше Нимба Говорит Випс Ох Еще подрезает Фута Как минимум Одного Коцает второго Нет Не добил Одного футмена Жалко Добил Шреддер Муновский Покоцанный Он видимо тут Он зашел Двух рабочих убил Надо говорит Играть за жука Сомерсет Спасибо тебе За фоточку Открыл тоже Я в тифоновом режиме После игры Посмотрим все фотографии Новую пачку котов Сок пытается За вышками отсидеться То есть он пытается Их отстроить для начала Но Это уже дело Непростое Тут арчей Миллион Футмены потеряны И работает только Одна магическая вышка Одну В процессе строительства Ай Не успел Немножко достраивается Вышка гвардовская Но шреддер Как же тащить шреддер 30-60 урона Милишного Подходит Ополченцы справа Выключаются сначала Почему-то футмены Нага подставляется Нага уползает Но очень много урона Наносят И арчи И энты И шреддер И кипер Конечно Все вместе Четвертый уровень Кипера Похоже на этот раз Все-таки Муну удастся Продавить Так кормит Так кормит Футами Да Все очень плохо У Сока На этот раз Нага С первого уровня Достигла Третьего уже Дирижабль Дирижабль Ммм Я думаю Что он даже Внутрь будет прыгать Но там глухая Застройка Все, ничего не сделать Аркмаг не пройдет Минус Алтарь Т3 Довольно быстро Особенно при помощи Шреддера Разрушает фермы Он урона Наносит Как 6 торчей По зданию Пытается восстановиться На экспанде Добавляя там По крайней мере Второй барак Отстраивать Фермы должен Здесь вышки Очень странно Что же делать-то дальше Мун подбирается Довольно шустро Вырубает Одно здание За другим Арчи Находят слабое место И простреливают Казалось бы Недостижимую Вышку И Сок решает Что надо Все-таки Проявлять активность Пытаться как-то Под шумок Починить барак Пока там Аркмаг Бегает Отвлекает Но Двое рабочих Падают на этом На этой попытке Починить Удалось восстановить Небольшое количество Здоровья у барака Но стола Леонаталу Аркмаг вернулся Для того, чтобы Реген сделать Минус барак И можно еще Посражаться Шреддер Отконтроливает Арчи Отконтроливает Вот и лезут С дефенсом Вперед Три элементали Ох Это очень много Зепелин контрол Ой Зепелин Очень подставляется Попадает Сбивает А телепорта Нет Хотя тут армия Кот наплакал На самом деле Очень Очень жалко Зепелина Потому что он Очень дорогой И он Выходит На последнем Хит На последнем Хит Не возвращайся Туда Тебя убьют Падает Арча Но в целом По прежнему У Муна Просто шикарная Ситуация Ему нужно Собраться с мыслями Восстановить здоровье Потом Потратить Эти деньги Которые есть на руках Желательно Купить свиток Лечения Вернуться домой Купить арбу Подчинить Шредера Веспами И И все И не задерживать Следующую Не медлить Со следующей атакой Мы за Муна Ну я не могу Не за Муна Я могу Не за эльфов Если контролирую себя Но как тут За Муна Не поболеть Тем более Он проигрывает 0-1 У Муна Оказывается Еще шахта Ну дерево Там достроилось Видимо Был момент Когда 50 лимита И И были На руках Ресурсы Неча Блессинг готов Деревья И энты Ну Энты Это не увеличивает Кажется Скорость перемещения Но Армор Им добавляется Энт тем временем Получает Четвертый уровень Но Ситуация у него Конечно Вообще Печальная Эдва Только-только Лимит Такой же Как у Муна Гораздо Минитехнологичный По уровню героев Он колоссально Позади То есть У него соло-герой Который проигрывает По уровню Почти любому Из эльфийских героев Прибегает Часаем Минус Два Виспа Арбу Удалось все-таки Купить В магазине Который Ушатывается Очень быстро Но Футмены Тоже потерпели Минус 3 фута Минус 3 фута Минус телепорт На парочку Виспов И Магаз Меткость Только-только Доделывается Ну сейчас нужно Свиток Взять Все-таки И не телепорта А лечение Отвести кипера После пятого И идти в атаку Какие проблемы Там правда МК выходит Но У тебя уже И арба есть И арчи Классные С меткостью Не купил Свиток Небольшая диверсионная группа Отправляется В сторону Экспанда Муна Провидит Ааа Направляется На криппинг Очень грамотный Мэпконтроль От Луналикова Но Артефакт успевает Утащить Еще Еще фута Подрезает Сейчас метнется Резко К своему Лагерю наемников Очень грамотно Сок Конечно Использует Ну То Использует Что он использует Время Время свое Он использует Очень правильно То есть сил у него Сейчас нет Для того Чтобы сражаться Тем не менее Он хочет Он хочет прокачать имко Он хочет заработать Сертифакты Чтобы Доминирующий Эльф Он Не Ой Даже так Мун просто Заранее побежал На эту точку Оставил Оставил Всю свою армию Понял Что он С козлом Одним справится Благодаря Арбе Прикопки И тому Что Кастеров нет Архмаг Не смог бы Восстановить Очень грамотно Блин Конечно Мунчанский Тоже играет Иншнитов винт Лорница Не Мун решил не давить дальше То есть он Остановился Развел человека На защиту И Сам пошел В экономику Играть Может быть Это и правильно Может быть Блочит Иллюзии Не дает Вернуться Пока Голем Бегал Уже Лишился Больше Половины ХП Урон Колоссальный Влетает Что там Что Ура Тауреновская Очень обрадовался Комментатор Он Настолько Обрадовался Что я подумал Что там Выпал Артефакт Который Там Не Выпадает То есть Что-то Вообще Невероятное Но Но Нет Хав Говорит Признайся Что ты Болеешь За Муна Даже Когда Тут Играет Против Хэппи Особенно Когда Он Играет Против Хэппи Естественно Естественно Не Сложно Признаться Но Вот Когда Он Будет Против Тебя Играть Когда Он Играл Против Тебя Я Между Прочем За Тебя Болел Сильно Переживал Сильно Стоит Задуматься Ни Ни На Что Не Намекаю Стоит Задуматься Забирает Вторую Вторую Красную Красную Точку Когти Плюс 23 Урона Указала Молотки Не Кидает Умна Все Шикар Я Не Не Знаю Кем Макар Тут Можно Выкрутиться Иллюзион 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 Оооо Сейчас Сейчас Пойдут Иллюзион Иллюзион Абсолютно Правильно Ленин Ступил Я так Краем Глаза Смотрю Думаю Нифига Провокации Какие Пошло Сражение Картеч Есть Рыг Нага Иллюзия Клэп Эт Шикарный Маутон Кинг Но Клэп Очень Маленький Пока еще Первого уровня И кастеры Отступают Штрафуют Коня Палыч Лечит Получает От Феррика 70 лимитов Ополченцы Прибежали Очень Не вовремя Ну прям Совсем Не вовремя Начинают Умирать Снова Клэп Свидок Лечения Шикарнейший Риджу Фрик Медведь Уходит На последних Хитах Очень Красиво МК Подставляется МК Получает Третий Умирает Оооо На половину Шестой Кипер Доминирует 56 лимита Сейчас Усока А там Все 70 65 лимита Минус Шреддер Минус Конь Очень больно Это И шестой Кипер Там можно Ульту Класс Класс Вот это Я понимаю Баланс Ульта Раз в 45 секунд На ноги Ставит Всех Кроме Мауту Джейнтов И то Для них Особенно Хороша Транквилла Потому что У них Очень Эффективный ХП Просто Мега эффективные. Почему он в МГ не свечился, а в Мишек? Хороший вопрос, не знаю, но мне кажется, что вопрос времени. То есть он сейчас должен делать грейды на МГ и добавлять именно Маунт Джиантов. Но нет. Продолжает строить Медведей. Продолжает строить Медведей. Может потому, что там Т3, а не Т2. Ну то есть там нет рифлов, большого количества кастеров, а чисто уже там кони. Кони, мортиры, кастеры. Но обычно даже против Т3 Мунт добавляет добавляет МГ под лимит 80. И сверх лимита 80 тоже добавляет МГ. Хавк пишет. Хорошая раса и тельф. Ну хуманы, я думаю, посильнее будут просто. Все-таки. Любопытно, как работает психология. Что-то про расу на прошлой карте Хавк ничего не говорил. Про хумановскую. Молодец. Про инфи, Тиаши? Нет. Чего? Голд? Что там? А как только, так сразу началось, началось. Пошли феррики. Минус алтарь. Вертолеты давят. Позиция очень плохая здесь у Муна, но у него есть Транквилла. А там нет Маутен Кинга, он ничем не может законтрить Транквилл. Именно поэтому плевать ему хотелось на то, что он тут урон какой-то получает. Стоять не вовремя. Он ультует Нагой. Серьезно? Он ультует Нагой. Это какой-то хаос. Настоящий хаос. Вышки ломаются. Медведи там ушатывают. Феррики вылетают. И снова в шарики нужно садиться, да. Против кастеров. Это унижение. А МК все-таки здесь. Видимо, без маны был. 51 лимит у Сока. Ну, это логичное завершение игры. Очень классный был пуш на этот раз у Муна. Были ошибки от Сока, к сожалению, по ополченцам, по микроконтролю. Ты знал, что циклоны, то ли ты Наги можно диспелить? Нет, не знал. Нифига себе. Ты имеешь в виду мелкие? Не основной, а вот эти вот дополнительные вихри. То есть основной вроде как он неуязвим должен быть ко всему. А вот те дополнительные циклончики, они, может быть, да, диспелятся. Класс. Серьезно? Ты про дополнительные говоришь. Так, в точку там скидывает. Мелкие, может, диспелить, говорит Сиган. Не, я не знал. Транклило пошла. Класс. Перекастовать с полбрекером можно? Ну, в теории, должно быть, да. Они, правда, ограничены по зоне. Ну, то есть они появляются только вокруг основного смерча. Но если там механика такая же, как заклинание, то, естественно, можно перекастовывать. Хотя кажется, циклон действует даже на неуязвимые. Как он может диспелиться? Короче, я сомневаюсь. Надеюсь, хошка нас не дезинформирует. Так, медведи ломятся. Энты пошли на мейн, но на мейне уже делать нечего, там добычи никакой. Ох, как же мортиры жахают, а. Пошла Транклило, подай им шой. И вообще Арчам пофиг. Не совсем. Задиспелили, и с молоток козел все-таки словил. Седьмой кипер. Но в целом все очень хорошо сейчас все равно у эльфа. То есть разброты, шатания в армию, подрезаются мортиры. Корки-то подрезаются, там кони, христы. Кого-то удается спасти, кого-то нет. Седьмая нага. Ё-моё, третья стрелка. Там такое замедление конское идет. Минус МК. Очень, очень больно на это смотреть, альянсу. Да, один-один. Достойный весьма финал. Этой группы. Дагфакс кинул на я-диск, видимо, котанов. Продолжаем смотреть котов. Набралась целая... Ха-ха-ха-ха. Хорошая. Хорошая фотка. Похоже на Вейдера. Ну, здравствуйте, опять. Виделись? Печонки. Норный кот. Щегол. Работа и гладь. Это я же жал, кот. На балконе, видимо, сетка. А, это домик, да, получается, частная сеточка, чтобы кот не выходил. Молодцы, грамотно. Ха-ха-ха, что он на стороне? Он выглядит несчастным. Вроде все есть, игрушки, там, пожалуйста, еда. Да что-то не то. Это Савельевский щегол. Думает, что он птица. О, это кто у нас тут? Это кто, енот, что ли? Облизывается. Неплохо. Енотовидный пёс. Не, ну, по лапам прям енот. Меня забыл, говорит. Мелкий какой. Такой мелкий. Глазки почистить надо. Чё? Чё пожрать? Чек холодильника. Регулярный обход холодильника. Сиезон 3. Хальган Эйзо, Сынджа Джогеркина. Бунде Сокильд Т1. Фантом Ассасин на заднем фоне. Фоллаутовский. Ё-моё. И последняя фотка от Фоллау Тэмплара. Ля какой. Здоровый КТ. И третья решающая игра. Соку против Муна. Победитель гарантирует себе выход из группы на первом месте. Проигравший будет ждать лузеров. Нейтральный герой. Нейтральный герой. Они так радуются просто. Но сто лет мы не видели нейтрального героя на про-уровне против Хумана. Но ваши ставки, господа. Мун может играть и играл с использованием разных нейтральных героев. На мой взгляд, порядок следующий. Панда. Рейнджерка. Тинкер. Блин, ну дальше всякая... Типа алхимика Бистмастера идет. Жестокус, говорят. Ну да-да-да. Дарк Рейнджер. Ну под карту Дарка... Может хорошо зайдет. Узкие проходы, много стрелков. Ну... Панда и Дарка. На мой взгляд, это самые... Вероятные... Самые вероятные выборы. Бистмастер? Нет! Серьезно! Это вообще такой олдскул. Просто дикий олдскул. За Бистмастером он действительно наиграл, наверное, больше. Больше, чем за всех других героев. Потому что в определенный момент Бистмастер и Панда были реально очень хороши. Пока там несколько фиксов не было. Вот. Да, двери не лут. Двери не лут, наш любимый игрой. Чем хорош? Ну вообще ничем. Ну в руках Муну, а это может быть очень опасный. Я всегда Вадим. Да. Это может быть два Барака, это может быть... Не, не Хантресы. Это все-таки скорее Эксп и... И продолжение. Но третий Бистмастер это уже нормальная тема. То есть он довольно автономный товарищ со свиньями, может даже, невзирая на магическую вышку, весьма неплохо харасить. Он мискликнул, говорит Фотос, наверное. Ну не знаю. Мун, конечно, умеет мискликать, но... Кстати, он может на третьем взять не свиней. Он может взять Сокола, чтобы тот летал вокруг да около. Магический урон, контраты фэнса. Есть разные подходы. Против Орка, например, очень часто качали беста именно через третий, через Сокола. Потому что там вообще никаких... Медведь второй! Что? Медведь! Точно, медведя же сделали дешевле, он теперь не 125, а 100. Стоит. Медведь крайне... Попробовать диспеливаю. Конечно. Конечно, конечно, по 300 там оболишем своим несчастным, давай Класс Его бафнули теперь, а его бафнули просто по мане Его же не трогали по боевым характеристикам У него и было 900 хп, то есть 600, 900, 1200, если я правильно помню Неплохо Подрезается тролль И второй тоже, самые опасные сейчас юниты для Муна, это как раз все-таки пара троллей Мешают жить медведям все-таки Что мы помним о медведе Ну, милишный молодец Урон значительно меньше, чем у лема, но он значительно жирнее, чем элементаль На втором левеле у него появляется баш Маутон кинговский, на третьем ему добавляется еще блинк Бесплатный, просто с кулдауном Ну и на третьем уровне вместо 900 там 1200 хп По сути, медведь является самым сильным самоном, если я правильно помню Ну, я не помню, кто еще круче И его крайне сложно будет диспелить, особенно учитывая тот факт, что престов По диспеллу подрезали Инфернал, говорит, самон Но они вообще не диспелятся Их сложно самонами такими назвать прям Ну, то есть, да, это вызванные юниты, безусловно, но Это, получается, уже не самоны Ну и плюс это ультимативные способности А так-то да Любопытно посмотреть на мишку Во, вторая панда Ну, это классика просто Такмун очень долгое время, как и многие другие эльфы, играли Против хуманов Правда, не через медведя, а через свиней и сокола Против фандедов Тоже через свиней, через сокола А и против орков тоже Я вспоминаю, тоже бестмастер против орка Очень долгое время доминировал Классно Все идет распределение ролей Бестмастер харасит, панда крепится Все очень четко Сок должен защищаться Оставляет специально двух Ох, винные пары Ой, какие баши идут от медведей Минус троль сразу же Это похоже на заготовочку Протекшн О, отвлекается на иллюзию Зря В это время теряют Как они радуются Там монопод выжил Выпал, они такие Эге-гей Класс Ну, очень много здесь, конечно, футов Элементали Без первых дриад Не хочется сражаться На троллей кидается бест Иллюзия ему только мешает Но в целом Размен, безусловно, под монобл Свинью вызывает, как правило В том числе для того, чтобы догнать Ну, сделать последний выстрел То есть ты вызываешь перед собой Не можешь догнать бестом И она на рейнже на своем добивает Делает выстрел Но не в этот раз С дефенсом, конечно, сложновато Без медведей футманов пробить Пытается вытащить артефакт Вытащил артефакт Большая бутылка Архмаг проявил какую-то вообще безмятежность Он абсолютно спокойно пустил беста Бист второй Вызывает свинью Где вот эта привычка сразу рейдж делать За свинг Ох, сейчас первые дриады появляются Френзи не скастовал сейчас Мун Ну, вообще, выглядит очень убедительно У беста есть проблема Истерия, как прокачаться на старте Но если мы играем сейчас против текущих Хуманов Они сами не стремятся тебя никак поджимать То есть, если ты уверен, что там нейтральный герой То, может быть, имеет смысл вообще в агрессив мод Как сок умеет вообще играть Вот он реально любит и умеет играть Просто вот подкрепился и сразу побежал Без экспанда, типа Если бы он был уверен повторить, что там бест Он, скорее всего, бы сразу побежал им и мешать крепиться Нужно не так много Для того, чтобы... Ну, архмаг пару футов и поехали Все составы У него 2 единицы армора, кажется 650 хитов на старте То есть, ему очень тяжело танковать Это раньше бестмастер был чуть ли не с пятеркой армора на старте И жизни у него было 700 или 750 Потом его резали, резали и дорезали до весьма уязвимого товарища Весьма уязвимого Но если он прокачивается, то уже попроще Панда крепится, красную точку забирает, ждет предмета Очень опасно танкует, надо сказать Там пара ударов, вейв и уже зона риска Медалька 4-4 750 кп, 5 армора было Похоже на правду То есть, здоровье у него было, как у Таурена Армора, как у Демон Хантер Отчего они так кричат, я не могу понять Что происходит? Кривое дыхание Панда пустая Медведь Сейчас трепортироваться надо, но я не знаю, каким макаром тут отбиваться вообще Ох, какое дыхание шикарное от панды Падают рабочие Ой, здесь можно вообще базу убить Просто вот тыкнуть сейчас базу и все Ой, Мун все видит А что, рабочих нет, только те, которые в ополчении прибежали Спокойно тыкаешь телепорт сейчас А можно даже и убить его Да ладно, Мун, не наглей, не наглей Он продолжает сражаться Абсолютно не нужно сейчас Да, телепортируется Ну, потеряет на этом Парочку-тройку юнитов Медведи, Арчум Ну, это ГГ Просто бисмастер и ГГ Ну, 73 лимита Экспроботы Т3 Бисмастер панды 4-4 И ведь главное ты дриатками Архмага вот этого вот с элементальными Контридж вообще без проблем У дриат нет Ну, во-первых, диспол получше Полтора раза Они, ну, надежнее так Их проще контролить, чем престов У них стабильная мобильность И при этом нет КД на перезарядку То есть для того, чтобы Медведя У которого 1200 хитов задиспелить Ей нужно 4 Ой, какие 4? 6 раз диспелить 6 Там 200 или 250 урон наносит Кажется, 200 25 Престы наносят урона по вызванным Кажется так И пошла Жара Стенка Медведей Душа давит Целепорта нет GG Ну вот За это и как можно не уважать Как минимум муна То есть в решающей игре Ты берешь и показываешь Ну, хоть и заготовку, естественно Основанную на опыте Там 15-летней давности Просто 15-летней давности Потому что Время Бестмастера Это Пара Пара годов После ТФТ Мне кажется Его Не сразу раскусили Вот Это реально было Где-то в 2004-2005-2006 годах Вот это вот Доминирование Беста С пандой Против разных рас Есть, конечно, видоизмененная тема Тут свиньи играли не главную роль Но И очень важен такой эффект неожиданности Потому что когда Идут такие сложные многоэтапные игры А когда мы говорим о Хумен против эльфа С экспандом Там несколько сложных этапов То есть игра постепенно меняется То есть ситуации бывают разные Разные тайминги Где-то тебе нужно сначала защититься Правильный криптрут сделать Отбиться там Отбиться там Вовремя успеть перейти в агрессию При этом отстраиваться Короче, очень длительная получается игра Длительный процесс Если речь идет о дефолтной стратегии Как только в этой стратегии появляется какой-то фактор Он может реально все сбить Уже Не знаю Нет такой агрессии с одной стороны в начале Но середина игры полностью за эльфом То есть бестмастер, который харасит Панда, которая крепится И когда ты встречаешься, например, с ним на магазине Вот была встреча неплохая Ты не всегда еще, например, можешь правильно оценить свои силы Потому что это может быть не такая типичная ситуация Ну, потому что вместо там кипера с энтами У тебя какие-то два медведя непонятных Просто тролля ушатывают вдвоем На раз и два Поэтому Поэтому мы возвращаемся Сейчас у нас пауза 10 минут Мы в Диабло Мун хорош Вот за такие вот нестандартные вещи Конечно Мы его и уважаем Уважаем Я уже не говорю о том, что нужно Как бы обладать Довольно высокой уверенностью В собственных силах Для того, чтобы в третьей решающей игре Взять и сыграть через нейтрального героя То есть это реально нужно И уровень иметь И смелость иметь Что с Арчуркой Она умерла Она умерла Ой Но мы сделали Ох ты, ё-моё Как же нас тут Нормально Это подкласс Монка Называется Шугоки Он специалист по двуручному оружию Сумасшедший урон Но нет нормального блока у него То есть он блокирует только атаки ближнего боя И со значительно меньшей вероятностью Да Даркстон Примун выиграл Хорошая была игра там Армор у него ещё хороший Классовый С высокими показателями У него Самый высокий Самый высокий запас здоровья Среди Монков Но Здоровье не такое эффективное То есть он Конечно сохранил хороший армор Но мели автохит у него Ладно Мели автохит нормально Вот рейндж автохит под 50% А в хелле есть оружие Обилка лечением от удара Да Есть в мели Есть афикс На высасывание жизни и маны Но специалисты говорят Что он не очень хорошо работает Есть ещё афикс Рандомайз Там Лайфстилен И Есть конечно серия предметов На лайфстил Мне уже арморов вполне хватает Блин Чтобы Мелишники по мне Не попадали Только автохитом Это где-то 20% Прокачиваться я решил Всё-таки через криты Всё-таки Прикинул Подсчитал Аргументов Несколько Первое Что у него Благодаря двуручному оружию Очень высокая база И Соответственно Добавление Ровного количества Урона Который тебе дает Стронгарм Оно не такое Эффективное Получается Я думаю Менять не менять Вроде ДФЕ Ладно Ради резистов Добавлю Во-вторых Стронгарм у него Только до тринашки То есть Стронгарм Прибавит Где-то 117 К концу игры Тебе Физушного урона Причём Именно физушного И именно ближнего боя А у него ещё проблемы С рейнджовиками Соответственно Нужно Иметь возможность Из лука Хорошо стрелять Именно хорошо С точки зрения урона А не с точки зрения Точности Потому что с точностью У него благодаря ДКСе Всё хорошо Вот Я прикинул Что в среднем У него к концу игры Будет урон Около Четырех сотен Ну так вот На вскидочку Благодаря базе Благодаря оружию И если добавить К этому Стронгарм Эффект То это где-то Одна четверть А если ты будешь Увеличивать его Крит шанс И модификатор Крита То там получается Под 50% Урона Который в том числе Будет распространяться И на рейнджовой Атаке Минус Крита в том Что он Начинает нормально Играть Только к середине Игры То есть Когда вы Уже Прокращаете Нормальный Модификатор Крита И персонаж Встанет Ну свой родной Крит Тоже повысит У него В лейте Кажется Один Скрита Голдфаунд Так надо Перенести Кстати Чтоб не пропустить Игру Да Дримхак Мы планируем Стримить Сегодня Три серии С участием Хавка Хэппи И Фоги Это будет После Ну где-то Часа через Три Наверное Первый матч Так тут Весьма неприятный Пак Я бы даже Сначала От лучников Избавился Перекостанул Проблемы Со здоровьем Есть В том плане Что лечения Нет Минус Герой Кстати Актуальный Армор Выпадает Чиним Починим Ну при этом Это пока Базовое Бесты Дефье Давай-ка Дефьешка Двойка Это очень Хороший Плюс Как раз Против Магического Урона В том числе Третий Армор Армор Против Демонов Но слишком Узконаправленный Он Увы Не надо Статы Вкидывать Скорее всего Это будет Чисто Дексай Сила Потому что Виты Прибавляется Достаточно А Дексай Сила Мне будут Увеличивать Вероятность Выпадения Предметов Более Высокого Уровня И доспехов В том числе И оружия Поэтому Качаем мы их В пропорции Какой Скоро матч Начнется Мне просто Нужно Понять А Слушайте Почти 50 на 50 Может Общего По оружию Можно Сориентироваться Чуть больше Дексы Все таки Сейчас Зочистим Этих товарищей И переключимся Следующий матч Который мы С вами Варьки Посмотрим Это будет Чемика Против Калорфула А победитель Соответственно Будет Играть Соком Но судя по тем играм Которые мы видели У Муна Я не думаю Что Соку Доставит Серьезных проблем Победа На тем же Самом Калорфул Второй раз Вартилекс Нет Тот сезон Уже закончился Там победители Определены И Почему Первый Диабло Не второй Мод интересный Во второй Диабле Тоже говорят Модов Есть Много Интересных Но я Мало играл В Диабло Вторую В свое время И положительная Ассоциация у меня С первой частью То есть Меня не отталкивает Нисколько Визуальная составляющая Напротив Нравится очень музыка Ну и самое главное Что есть в этом Моде Это Очень хорошо Продуманная Внутренняя механика И высокий уровень Сложности В режиме Айронмэн Но Мордор Создатель мода Уже Четыре Кажется Сезона Организовал Марафонов Атоси говорит Переработки Опа Path of Diablo И Median Процесс Да, самое главное В не знаю Во сколько раз Близзы выпустили К первой К первой Диабло Кто в этом убедится Вы качаете Мод И смотрите Смотрите Этот Чинжлог Просто смотрите Чинжлог С конца Причем В конце Последних изменений Филбот Говорит Наконец Нормальная графика Да Сегодня С самого начала Нормальная графика Они ее переключили Еще вчера И не меняли После того Как рефоржд Вылетел Да ё-моё Да как так Испугали всех Короче Меня и котов Интересно Сколько людей Дергаются При этих звуках Почему скрипты Не пофиксят нейтралов Так и зачем Если Эта механика Обоюдная То есть Любая раса Может использовать Эти знания То есть Ну особенность игры Какое-то время Понадобилось Для того Чтобы ее изучить Довольно длительная Кстати Ну и Как начали Использовать Одни Подтянулись Другие расы Все четенько Все честно Да ламекс Привет Я подумал Что ты Уже Здесь сидел Но сидел Леня А ты не сидел Варька Прячется До вторых Ножей Разводит Рабочих В разные Стороны Варя Нам не показывает Как она прыгает Пытается убить Еще Убивает Только одного Сейчас Видим Что залетает На базу Ополченцы Собираются С силами Прикрывают Своих Ну Хайдится Варден Но в это время Чай подрезает Отлично Тролля Одного Ой А как здесь Отбиться Вообще О Тут же Это Конечная Для эльфа Нет Это же Минус Варя Ну Даже Несмотря на то Что она Сейчас Выживет Там Просто Жизни У нее Нет А там Еще Есть Манна Молоток Это Конечная Да Монтонкин Очень злой Его не убить Никак У него Бутылка Есть Телепорт Опять же Минус Тролли Надо Переключаться С лорницей На правое Здание Не знаю Зачем Он бьет Лорницу Прям Целенаправленно Эту Лорницу Бьет Очень Много Времени Теряет Мунвейл Справа Магазин Справа Варю Вынужден Выкупать Colorful Но Чимико Тут Очень Уверенно Выигрывает То есть Все Ни о каком Харасе Речи не может Быть Уже Со стороны Эльфа Там Экспанд Работает Учая Полторы Тысячи На руках Не доконтраливает Не добивает Фута Да Вот Эта Лорница Была Конечно Ошибкой Он мог И Мунвейл И магазин Забрать Не видит Ночью Нет Он не видел Магаз Но видел Точно Мунвейл Это 100% Что он видел Мунвейл Он там Бегал Просто Пробегал Справа От Алтаря До Этого Да Не отдаст Эту Лорницу Уже Надо Смириться С этим Обидно Он В эту Лорницу Очень Много Урона Занес А где Хавк Спрашивает Хелфи Он сейчас Должен писать Что Эльфа Имба И Хавк Прилетаешь Прилетаешь Хавк Что Прилетаешь Хавк Что случилось Сломали Хавка Ну Colorful Не сдается Но Все Сейчас В руках У Чаймика Просто Все Уровень Героя Экономика Хороший Тайминговый Дирижабль Ну и Сразу Минус Минус Шахта Можно вернуться Сюда Спустя Полминутки И снова Полку вынужден Прожать И пошел Реген Грамотно И сразу Спрятался Блин Классно 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 И Чай Выходит В Грифон В Грифонов Да Или В Хавков Посмотрим Алхимик Ничего Ничего Себе Ничего Себе Ничего Себе Тогда Более Вероятно Что Хавки Им Алхимик Полезнее Чем Грифон Шахта Не достроилась И опять Дропчик Молоток Минус Шахта Варька Быстро Сюда Пытается Вернуться Что-то Сделать Но Не спешит Даже Чай Отсюда Улетать Продолжает Отменять Шахту Одной За другой На На Еще Молоток Варька Уже Сваливает Ей Опасно Здесь Находиться И Еще Молоток Минус Висп Полное Доминирование Сейчас Спас Пута В Дирижабле Классно Но Придется Отсюда Видимо Улетать На Телепорте Я Уже Не Вижу Вариантов Слишком Дирижабль Битый Это Это Риск Ох Да Хавки Хавки Грифона Нам Причем Опс Не Показал Там Если Дрятки Сделали Два Залпа То Дирижабля Бы Не Было Там Ринджа Не Хватало Конечно Что Патаковать Но Этот Мув Был Очень Рисковым От Чаймика Все Думаю Думаю Что Хавка Контроль Дирижабль Гиппогрифа Гиппогрифа Строить Если За Эльфов Кахат Или Коксат Согласен С тобой Опс Опс Подводит Тут Опс Иногда Подводит И уже Залетают Хавки Там Правда Шахта Уже Готова Но Без Виспов Одного Виспа Успевают Хавки Убрать Че там По лимиту Грэд Делаются О 80 лимита Уже Блад Мейдж Он Отменил В результате Грифонов Он же Заказывал Грифонов В Авиариях Каких-то Я точно Помню Парочку Грифонов Заказанных В петухарне Да Отменил Грифонов Ну и Все Надо Каким-то Макаром Отбиваться От Такого Количества Дракондоров Их же Так Называют Ты же Не можешь Просто Игнорировать Тот факт Что тебе Сейчас Нычку Снесут Не Не Это Налом Вообще Лишний К сожалению Налом Ничего Не Принесет Ой Дирижабль Тут Зря Конечно Под магазином Под вышками Сражается Минус Экспанд У Калорфу Вообще Это Поражение Уже Сейчас Не Удивлюсь Если он Отступит Напишет ГГ Или Нет Что Вообще Непонятно Что После Этого Делать Хараси До Посинения Надеется Что У тебя Там Варка Шестая Будет Да Хавки Видите Уже На базе Убивают Магазин Варя Возвращается Ей Нужно Арбу Купить Покупает Арбу Три Дриады Один Медведь И Варден 70 Лимита Минус Дриадка Ножи Ну там Есть Став Там Есть Реген Там Есть Алхимик С Лечением ГГ Да Но В этой игре Очень Многое Решило Самое Начало Когда В ответ На агрессию Эльфа Чай пришел С троллями С хорошо Затаренным Маутен Кингом С бутылкой С амулетом Маной И Ну Там умерла Варя Там умерла Тролль Арча Много Виспов Ну что-то еще То есть Вместо того Чтобы Там Харасить Он пытался Причем Харасить Помните Там Залетал На мейн Два раза На жизнь Сделал Но Тот урон Который МК нанес Он Несопоставим Был С Тем Что Варя Сделал Рейнман Привет Это же Тот самый Рейнман Да Посмотрите На Идишник Рейнман 12 0 1 Хорош Комментил Варкрафт Тоже Я помню На турнирах Участвовал Тоже Но Варкрафт Комментил Мастер 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 Прошло. Ну хорошо, коллега. Идет сразу же все. Ну давай, ну нет, решите. Нет. Надо катайщик дрессировать. Здорово, да было время, сейчас под ладер играем. Серьезно? Джин Пол говорит, тот Рейнман, который, как он вспотел, игра на МВ, я помню. Я не помню. Ну да, это было, было такое. Все. Следующую игру я проведу с котом на коленях. Потому что она пришла. Урчит. Ну да. Ну да. Поехали. 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 С cupcakes. Не надо. Поехали. Питерский лан, где орк в нули, но укатал кого-то, кажется, хавалайна. Интересно, что там за игра была. Осторожно, в чате сыпется песок. А, на пособии сижу, поэтому можно не переживать особо. Ты из Латвии, да, если я помню правильно? Ну, у меня с памятью беда, конечно. Помню флаг, то ли Литва, то ли Латвия. У меня из географии с памятью проблемы, поэтому... Просто у нас как бы не посидишь особо на пособии. Да, на Латвийском пособии, пока в Питере сижу, крадить на перехал. Понятно. Самое время в Варкрафт поиграть, да? Физически-то посидеть на пособии можно, говорит Мик. Серьезно? Спирит говорит, не чатик, а кринж. Одни симпы, пакчемпион. Ля, как Спирит молодится. Вы посмотрите на него. Роман, ты чего? Откуда ты такие слова узнал? Ты племянника, что ли? Да. Там пока выгреет паузу. Игра возобновляется? А, Бу... Игра была... А, Во, точнее, Бу. Бу просто играл за... Был такой питерский тоже игрок, Бу. Он играл за... Бо, точнее, за Зергов. Ацки против Хавалайна. Да-да-да, Ацки и Орк, Хавалайн, Андетт, Хавалайныч еще... Ну, там тоже заходит, смотрит. Ацкова давно не помню. Не видел. Что в этот раз по... Героям все довольно стандартно. Когти выпадают в арьки. Вот, любопытно. Он сейчас переключился. Мне вот, интересно, судьба Виспа. Он ушел от футмена или не ушел? Важный был момент. Кажись, не ушел. Хотя вниз кто-то перешел. Если мы далька жизни... То же не самый полезный артефакт, Когти для темпа полезнее будут все-таки. Когти для темпа полезнее будет все-таки. То есть он не виноват. Ну, руководитель. Все нормально у него. Разбирается, вопросы решает. Небольшая компания у него. Но дота, понимаете? Дота и твич. Вот что может быть хуже? Так, варька третий. Ох, как же хорошо он залетает. Сразу минус три раба с первых же ножей. И тут она готовит уже себе почву под... Ох, красиво! Вот это я понимаю урон. Очень хороший харас. Кота устал уже мурчать. Хуже дота и твича. Может быть только кхл и матч ТВ, говорят. Но к матч ТВ пока вопросов нет никаких. Ой, ну пофлексил парами массов. Сразу гнездо развращилось. Роман. В этой игре гораздо все хуже все-таки. Да ё-моё, я не... Так, все. И код взбудоражился, и домофон. Баст, все хорошо, скажи что-нибудь. Баст, все нормально. Баст. Боится. Испугали девочку маленькую. Испугали, испугали. Экспельфа гораздо позже. Подобрал еще артефакт. Сейчас будет очередной врыв, там магической вышки нет. Мне жалко этих рабочих, они умирают, почем зря. Раз за разом пачками просто дохнут, пачками. И выйти с базы не могут, потому что тут же их принимает, арчает роль. Маутон Кинг, конечно, в Соленово тоже отменяют строящийся эксп. Но это ж не просто удар по экономике, понимаете? Здесь же еще Варя растет, она почти четвертая. Боится, кошечка, боится. Все в порядке. Не бойся, баст. Не бойся. У меня эти уличные повадки все еще сохранились. Если кто-то сзади, какой-то звук, она сразу разворачивается и начинает контролить. Сложно расслабиться, если звуки какие-то, да? Именно поэтому она, как заправский агент, всегда садится лицом к двери, чтобы контролировать всех, кто входит и выходит. Нельзя это терпеть. На следующий же шорох кот среагировал и... И мы продолжаем комментировать. Видите, Варя откидывает последние ножи. Не успели уйти. Трупы, короче, всегда появляются здесь на базе. GG. Ну, это 1-1, друзья. Я пойду сейчас руки помою и вернусь. Но в этой игре был прекрасный Харас. От Варден. Огромное количество смертей. И даже несмотря на отмененный экспанд, шансов на возвращение Сок уже не видел никаких. Огромное количество смертей. 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 Так как будет скором... Ну, вот это будет первый. Я с вами продолжила проведена. Огромное количество смертей. Я убедился сейчас, что локальную запись не забыл прожать. Огромное количество смертей. нам нужно создавать только новый анонс прошу прощения сейчас отвлекусь 3д здесь, это сложности здесь, топ-левел 4км 4км или 3км или не может быть Субтитры сделал DEMON HUNTER Так, сейчас. Germany, Spain, Европа. Черт ногу сломит, конечно. Так, нашел вроде бы. Да, нашел. Сейчас быстренько сделаю анонс. Добавить анонс. Загрузить картинку. На сегодня, на 18 часов. Дримхак. Хавк. Хэппи. Фоги. Против всех. Поехали. Готовы. Демон Хантер против Архмага. Криппинг с мастерской, причем это стартовый криппинг такой. Два виспа, реально, это вот новая мета. Старая, то есть вернулась. Надо тратить виспов. Для того, чтобы Архмагу было сложнее. Да ладно, он стырил, еще артефакт. Мне казалось, что он никак там Димка не доставал. Но... Молодец, молодец. Большой инвул. Серклетка. Сейчас еще до второго совсем немножко осталось. Старт очень хороший для Colorful. Ой, в смысле, для... Да, для Карла Архула. Блин, чуть-чуть не перепонял. Colorful с Чемикой. Опгрейд, Моноуэлла. Ну, экспанды, как вы видите, не будете. Там Т2 делается и у того, и другого. Хорош, хороший Моно Бёрн. Блин, Моно Бёрн, когда-то у Архмага было 127 маны. То есть вот он уже мог сделать элементально, но не вызвал, получил Моно Бёрн, и все. И дальше один за другим Архмаг уже пустой. Правда, футмены вместе с ополченцами в разных точках набирают экспу. Да, уже Архмага... От Архмага надо было отстать. Ботинки купил и один, и другой. Может быть, Сид. Посмотрим. Я больше, конечно, надеюсь, что он, в принципе, будет комментировать самостоятельно. Чтобы в любой момент можно было переключиться на Соника и послушать. Ой, Архмаг. Чемика говорит, вообще не контролят. Так, Архмагу осталось совсем немножко опыта для того, чтобы получить третий. Он нарезает круги вокруг этой небольшой рощицы. Получает-таки третий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Первый раз за сегодня залагал Африка. Горим. А, слушайте, это был Source, оказывается, у меня. У-у-у. Ну, почему-то не загружается даже хай. Нет, загружается. О, добавили немножко мыла. Но ничего нам не впервой. Тут... Футмен с дефенсом. Ай, Наги не успел взять... Он мог просто Архмага развести на телепорт. Если бы стрелка была нормальная. Но он не включил стрелку ногой. Бладмейдж кастер и рифлы. Очень любят на этой карте рифлопушить именно с БМом. Ну, там застраивать попутно еще. Наги не успел взять. Да, Т2. Блэксмит. Какой-то запоздалый, на самом деле. Хорошим мужик первый рифл должен строиться. Не знаю, почему кузнецу так поздно построил. Персоналочку взял Архмаг Это либо попытка отменить строящиеся лорницы И быстрее вернуться к основной армии Но это сразу минус Уже встречают Архмага И все желание Хараси у него тут же пропадает Да, вот они лорницы, которые можно было Типа с элементалем попытаться как-то одну отменить То есть их скидывает инфу, что на Твиче забанили темнокожего стримера Из Нигерии за российский смайлик с его жрецом Да Ну что, сам виноват Если бы он был белым, то он не смог бы сделать смайлик с черным Который бы оскорбил чувства черных Все вроде логично То есть проблема в том, что он негр Получается так Правильно? Правильно Стоит задуматься Так Как-то не очень агрессивно в результате Чай играет Он, похоже, вообще собирается Осуждаем за слово негр А что значит? А что не так со словом негр? Ну там же написано, что он темнокожий Тем более он из Нигерии Он вообще нигер получается То есть он же не в Америке Причем здесь Осуждаем за слово негр Он же не афроамериканец Он же не в Америке живет Он из Нигерии Нигериец Афроафриканец Я не знаю, как правильно говорить Написано из Нигерии же человек Какой он, афроамериканец Так А пока товарищ из твича Суд Мы продолжаем комментировать Warcraft Каждый из игроков Не хочет просто отдавать Этого здорового огра Потому что артефакт Может быть определяющим Выпадет какая-нибудь Бриллинсаура Для Димки Для... Кто там? Что там? Ай, шлемак Ловкость инта Ловкость инта Он так спокойно Чай играет вообще на Т2 Я думал, что он полетит Просто застраивает тут же 48 лимита Тайминговый апгрейд На дальность лучницы Интересная меткость-то у него есть Не хватает виспов Три элементали Второго уровня Танкуют шикарно Виспы подходят Димка просто за Бладмейджем Сразу же Минус мишка Правда, тем не менее Дима нарезает Бладмейджа Моноберна хорошая Высасывает ману Тот его выжигает При этом Без Димы Тут сложновато Дима с арбой Я вот не видел Он только что купил арбой Или она у него была до этого В теории, конечно Должна была быть до этого Но я чуть не помню Анимация арбы Да, и спокойно отбивается Теряет рифла еще напоследок Подрезает только Нет, выжил рифл Подрезая арчу Казалось бы Лимиты сопоставимые Да, 45-50 Но Оооо Серьезно Что это такое? То есть Это был как бы Фейковый пуш С одновременной Постройкой базы Класс Но сейчас надо Отбивать Эту базу Ну непонятно Чем ты ее будешь Отбивать Да, Ген Согласен Абсолютно Он же крепил Левый верхний угол Почему он там Нычку не влепил Зачем вот эти вот провокации То есть Идея постановки Экспанда Одновременно с пушем Она на самом деле Понятна Особенно если человек Знает как отбиваться И ты знаешь Что он знает как отбиваться То есть Ты в результате этого пуша Можешь спровоцировать Его на те действия Которые вот обычно Бывают Постройка протектора Вывод виспов Это же все траты Это же все траты Но при этом Ты не все вкладываешь В эту атаку И выигрываешь себе Немножко времени На то чтобы Экспант поставился Идея хорошая Но такой наглый Эксп Почему здесь ставится Я тоже не знаю Рифл не на своем месте Свиты кличи не очень хорошие Там три юнита Были крайне битые Ну и 60 Такого чистого лимита На самом деле Хорошего Медведя Дриады Часть армии Пошла на На Экспант И в результате Не Экспанда У тебя не остается И сражаться Ты не можешь нормально Минус Архмак Это ГГ Это ГГ Ну и получается У нас Будет Пятый Пятая серия Эльф Хумен За этот день С ума сойти Через 10 минут Будет матч Последний Пока воспользуюсь Паузой И Пробегусь Пробегусь Монком Монк Убийца С двуручным Топором И Тони Боится Уфа Уфа Будет Потом Спрашивает Я не уверен Потому что Сегодня у нас Варкафта Огромное количество И Учитывая Две серии Ух ты Неплохо Пара ловушек Сразу Постудили Пыл Мы как раз Я думаю В течении часа Посмотрим Финальную серию Потом Меньше часа Останется Уже До Дримхака Переходим На следующий Уровень И здесь Уже Палата Костей Будет Палату Костей Очень Уважаю Потому что Очень много Иксп Очень много Предметов Понятная Механика Реликтов Синь Надо Собирать Инфразрение Может Пригодиться Брони 55 Девятка Дефи Сумасшедшие У него Защитные Статы Конечно Ай Только тут Гарги Будут Для Милишника Гарги Не самый Приятный Враг Да Хорош Третьего Уровня Может быть И Дамаг 412 6 Ну Тут Шило Намыло Фактически Минимальный Дэмэдж Только Подрос Успели Какие-то Крутые Предметы Найти Ой Я же С этим По сути Только Хорошее Уникальное Кольцо Покажу Сейчас На хит Рекавере Дефи Ол Резисты Такой Вот Блэк Русейд Из негатива Это только Лайт Радиус Плюс 10% В 2DFE Резистол Faster Heat Рекавери При том, что мы находимся на норме А тут Faster Heat Рекавери Так, вижу палату костей Сейчас бы еще книгу найти Кстати, за книгу вас тоже могут Затвичи забанить Держи в курсе Так, едем дальше Вижу Мификл Бук За стенкой И попробую сначала Там пак, правда Ладно, давай пак сначала посмотрим Ой, опасный Тот с косой Пес Тухит сумасшедший 170 Там пара предметов на плюс 20 Еще точности О, это будет непростой противник Видите, какой урон залетает Но у него Мели автохит И я периодически Блочу его удары Лонг Хэтчет Это базовый топор И еще один Хорнбоун Но я думаю, что надо уже Идентификации подсохранить Не так всего парочка Парочка идентификаций Это очень мало Для палаты костей Может и не стоит раньше Время туда лезть Да ладно Ради экспы полезем Поехали Не должно быть никакой вообще проблемы В палате костей Потому что 55 армора Извините Это Вам не хухры-мухры Скелеты уходят с двух ударов Даже фьюри Не надо прожимать Вообще Все монахи Они очень хорошо защищены В плане армора То есть у них С дексой проблем нет И соответственно Они Без проблем Держат кап По По защите То есть противники попадают Под ним По ним крайне редко С минимальной вероятностью Так скажем С боссами история Конечно же Другая И желательно Под боссов ключевых Поподбирать Предметы На дополнительную Армор Кстати надо мне Открыть Чтобы игру Не пропустить Подэкономил Немножко бутылочку Так Пока повтор идет Едем дальше Думаю Где-то здесь Можно уже Юзнуть будет Фьюри Для темпа За этой стеной Будет огромный Количество людей Тут как раз Решает В том числе Хитрикаври Как же он давит Там Фьюри Правда Закончился Я не успел Тут разобраться Даже с половиной Врагов О Нормально Так Ничего Ничего Благодаря большому Запасу здоровья Меня не стагерят Здесь не прерывает Мои действия Ну просто рубит И рубит Ой Правда Сейчас могли окружить Там уже заставка пошла Сейчас Скоро игроки Игроков Профиль Появится А мне нужно За Сначала Справиться С теми Чтобы поставить На паузу Ну с теми Кого мы Спулили Ничего Ничего Время Еще есть Главное Сейчас Не сдохнуть Бутылки Бутылки тоже Эффективно Работают Они же восстанавливают Тоже здоровье В процентах Ну либо 100 Либо там от 40 До 60 Что-то в том роде Больше здоровья Аффективнее бутылки Как же у вас много Ну и экспы дают Тоже за них Очень много Сейчас Уровень уже повысим Через пару киллов Может даже Бутылку Да Бутылку Не используем Жизнь и так Восстанавливается Нарубили Человека 80 За эти две минут Так даже Не закончится Все вроде Да Отлично Тонгитюн А за трейд Прохождение Без медаса Что дают Как же без золота В город пойдешь А дают тебе Дополнительный Магический предмет С каждого пака Почти удваивают Дроп И в этом есть Смысл на самом деле То есть если ты Например Жертвуешь Почти всем Золотом Из-за него И Жертвуешь Почти всем Мэджик фаундом Это ничего страшного Мэджик фаунд Ты не заметишь Разница Но У тебя появится Возможность Выбить Больше в том числе Уников То есть Магазин Тебе закрывает Потребность В Ну слабые точки В стандартных Магических предметах В магазине Не продается Ничего такого Сверхъестественного Только Синие шмотки Максимум С двумя статами Но если ты берешь Дропы дополнительные То Уников Больше чем С прохождением СМФ Ну просто Больше их Это факт По двум прохождениям Я точно могу Уже сказать Так что Да У тебя будет Точно Будут Какие-то Слабые предметы Которые ты не заменишь Благодаря торговле Но по идее По идее Будет Будут Какие-то Особые предметы Которые ты В принципе При всем желании Не смог бы Заменить в магазине Плюс мне больше Нравится Конечно Тема Ну если бы мне выпал Здесь Мидас Я бы тоже конечно Мидас использовал И Он компенсировал бы Недостаток в золоте Но тем не менее Ладно Потом о Диабле Матч За выход из группы На втором месте Сок против Калорфул Это повторение Полуфинала Да ведь Сок с Калорфул Конечно Сок с Калорфулом Играли В полуфинале И Калорфул Отлетел Отлетел Кажется 2-0 Посмотрим Сможет ли Калорфул Противостоять Что-то придумать Хотя У них не было Каких-то там Особенных Заготовок Стратегий То есть Все шло по стандарту И Для того чтобы Переломить Игру В таком случае Надо например Либо карту Менять Что-то Черкануть Что там Был другой Криптрут Был Другой какой-нибудь Старт Получше Для тебя Либо Что-то там Прям такое Придумывать Но Не знаю Насколько Это реалистично Вот Мун Как раз Может В третьей Решающей Взять Беста В качестве Первого героя Сыграть Нейтрального И обескуражить Противника Но У Калорфул Я боюсь Как и у многих Других Игроков В принципе Нет такого Опыта И уверенности В собственных Силах Чтобы По щелчку Взять И принципиально Изменить Стратегию Очень битый Барак Аркмак Получает второй Полегче Какие они Психи Эти комментаторы Динай Динай Унижение Комоу Домой Три минуты Двадцать секунд Навскид ТГВ Такой Уааа ТГВ Ну, об этом и... То есть я это не сказал, но это подразумевалось в принципе, что если ты человеку проиграл там пару часов назад 2-0 и снова с ним играешь, то тут есть разные варианты. Либо ты собираешься что-то прям придумываешь или находишь в себе силы и играешь значительно лучше, чем ты обычно играешь, либо ты уже все, вот так вот принял поражение, лапки кверху и сдаешься. Просто когда... Если вот этот матч показать... Ну, если кто-то не смотрел полуфинал сегодня, ему этот матч показать, вот пишут несерьезно, говорят, что... Но тут очень много психологии на самом деле. Много психологии. И очень сложно собраться в таких ситуациях, особенно если ты действительно чувствуешь, что слабее играешь, чем человек другой. О, 그런 게 있었군요. Да, крича한테 살짝... ...биво졌어요. А, дак이었군요. Да, дак한테... ... 살짝, 한 2번 정도... ...умчилумчил했거든요. Раундган, привет. Хороший скилл. Я моргнул, что случилось, где катка. Да все нормально, на месте. Все в порядке. Война продолжается, 57 монстров остается. Не верю в Color Flow. Потому что, когда человек сам в себя не верит, ты в него тоже не веришь. Блин, когда скелеты попадают, потом 40 урон наносят. Это так бодрит. Жить. Так, лучше паузу поставить. А то я помню, как мне 3 зомбаря этого монка чуть не запинали. Вот. И тут как бы прошло 4 минуты, а ты уже проигрываешь 0-1. Суммарно 0-3 за сегодня. Представляете, как тяжело. И это причем не ладдер какой-то там лайтовенький. Я-то и ладдеры выдержать не могу. Психологически. А тут противник, который... Ну, ты стараешься, играешь, отлетаешь 0-2. Понимаешь, что тебе с ним снова играть. Отлетаешь за 3 минуты. Ребят, киньте сетку, пожалуйста, Беркутку. У кого-то, помню, был смайлик сетки. Раз он... Хотя он с телефона там может Message of the Day не отображать. Хотя он, не знаю. Вроде он подгружается специально. Спасибо большое. Филбот, Ромео. Интересно, вдруг сейчас сок побежит просто в агрессию. Может же он взять и побежать. Нет ничего лучше, чем... Да, побежал. А, не на зеленую. Я подумал... Перекупить тролля... И пойти сразу на эльфа. У него выкопан барак, одна арчата, к ним прибегаешь. И все. Неспокойно его Таур рашишь на старте. Ну, главное, тролля перекупить, конечно. И контролить нормально. Было бы интересно, если бы ведущие караоке запели. Дагфак сосвоемся. Да, это было неожиданно. У них же еще задник там какой-то. Знаешь, можно было поменять резко. Чтобы в стиле диска. А еще было бы классно, если бы они запели на русском. Что-нибудь такое баянистое-баянистое. Просто внезапно. Потому что это... Неожиданно было бы. Ну, а что такого? Ну, действительно. Я тоже удивляюсь, почему они до сих пор не придумали такое. Были бы японцы, точно бы придумали. Уверен, это разошлось бы просто по клипам. Внезапно. Всех бы поразила эта внезапность. Так, Акмейджи. Акмейджи. Рассветка, персоналка полетели. Варя пришла, там кроме сапога ничего не осталось. Купила сапоги, побежала. Варя два с половиной, там... Помните, в прошлый раз барак с арчами? Ой, тут же можно... Ой, футы так оттанковали. Классно рабочих. Мы контролируем. О-о-о-о-о-о. Уже выпрыгивает наверх? Да, не дает получить третий. Последние ножи. Ай, опасно придется Нет, не придется Я живу на первом этаже Окно нараспашку, тут свист будто по окнам Почти как пранк со стуком в дверь Да Удивляем Попытка перехватить Вартен Там маны есть на блинг на самом деле Решил не рисковать там когти у Архмага Да Архмага, конечно, тут не очень привычно наблюдать Но в целом Пока что он прокрепился Немножечко там подхарасил Барак, не знаю, отменил, не отменил Я просто не вижу на карте барак Вроде как Архмагу не достает силу Чтобы его убить Но он мог, например, разбудить Ограф с троллями, с экспанда И В пятером они могли бы там справиться Второй даггер А, какой даггер? Там даггера нет, там ножи Архмага персоналочку делает Тайминговый магазин Все четко выполняет Да, так как с качеством медиум стало, потому что Точнее, хай А не сорс Потому что сорс лагал Сейчас попробую на него переключиться Спустя какое-то время Что-то их смотрит 362 человека У них в Корее, видимо, варик Совсем не популярный Ну вот, началось 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 Да, на YouTube сегодня почему-то Ретрансляция падает постоянно На Twitch нормально идет А на YouTube падает Коннект не рвется, говорит Ледоколыч Ну, локалка в любом случае делается Если в записи такие коцаны Я, как правило, локальную запись беру, заливаю После трансляции надо просто не забыть сразу поставить А то Товарищи, которые не могут по тем или иным причинам смотреть Они хоть записи глянут Слишком много рабочих на зону Плюс один Так, ну пока Не скажешь, да, что у Colorful Было сильно все плохо Ну и не очень хорошо На самом деле То есть, да, четвертая Варден Да, там Т2, Т3 Но экспанда нет Соответственно Он очень привязан к Ну, время у него Время, время немного Совсем немного времени Футмен Настоящий Эверест Для этих Дриад и Троллей Там один выстрелил, отразил Второй выстрел, отразил Отравил Дриаду Сразу минус 30 хитов Бах Даже не 30 По Дриаде Там больше Там получается Суммарно Получит где-то 45 единиц урона Представляете? Одно копье 45 единиц урона 45 лет Там 16-16 Да, где-то 45 Иллюзии пошли Есть второй Элхимик для того, чтобы Контрить как раз Ножи Варден И закупка Светка лечения Тоже для этих же целей И застройка Причем Ну такая странная Застройка, если честно Армия весьма разношерстная О, Бонневур стримит Проджект Зомбоид Класс Проблема не у корейцев У тебя решила проблема Включив у тебя звук У них картинка Да это понятно, что Коннект у меня до Кореи Не очень Сид тоже вчера говорил Что у него из Москвы Все нормально, да С Африкой Смотрит он без проблем Даже запилил стримчанский Который мы рестремили Спокойно Классно отзонил сейчас сок Поставил вышку Просто чтобы была разведка А может, кстати, это и провокация Если вышки достроятся Он здесь спокойно Третью базу отгрохает Хватит ему силы Чтобы сдержаться Противостоять медведям Медведей Очень много Но это иллюзии Может быть, он не знает До конца, что это иллюзии Начинает сражаться Улетает Нет, в целом Это мог быть вполне фейк Потому что у него на руках Большое количество ресурсов У него только сейчас Появляются первые кастеры Такая лжи-агрессия Даже футмена, кажется, спас Которого там Медведи пытались С варденкой доестью Так сок прекрасно контролирует ситуацию Он выбирает, когда атаковать Ну, за исключением Вот таких вот забегов Варден Под эмшой Ох, с третьими ножами Нарезает Рабочих Еще один прыжок Там столько смертей будет Да Ну, и опс Опять Показывает, насколько он не очень Он, блин Не знает Видимо, точно Сколько маны нужно Или какой кд у ножей Он переключается Буквально вот в тот самый момент Когда Варденка делает ножи Убивает Нет, нет, нет Кот лежал рядом Никого не трогал Спал И тут я чихнул Кот варпанулся Комнатные двери Оттуда смотрит на меня сонными Нотими глазами Минус Я настолько испугался, блин Что выключил трансляцию Фоллантемплар Ну, ёпперес Это Ну, как 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 Ну, это я виноват, конечно Сейчас пытаюсь включить Я пытался просто выключить Найти, где Где звук у меня В какой вкладке Там было аж Три вкладки Со стримом открыты Потому что еще Анонс пилил я Ох, демоны Фоллантемплар Интересная история про кота Которую мы не услышали Я услышал, что чихнул Будь здоров Будь здоров Вот, серьезно Не болей Не чихнул бы Не напугал бы кота Не задонатил бы Так, Варя работает По мортирам А тут, кстати Сок понимает, что Следующие ножи Он не переживет О, кстати Так он вовремя, конечно Улетел Уже ножи влетали В последнюю мортиру Ну, вот вопрос Каким макаром Сейчас додавливать Варя там 5 и 7 У тебя Архмаг 4 Элхимик 2 Три вкладки накручивают Просмотры Говорят, не хупо Да, да Насколько я помню У нас Естественно Не надо находиться На вкладке Для того, чтобы Считали как зрителя То есть ты должен Именно тыкнуть трансляцию И идет, кажется Еще фильтрация Что если ты открываешь Несколько вкладок Тебя не считают Как отдельного зрителя Ну, по понятным причинам Да, мне тоже показалось Дампер ТТ Что он не может Продавить сейчас Colorful никак То есть Colorful В любом случае За счет Вот этого Хараса Получает шестой уровень Как ни крути И уже проблемы У Сока Шестая варден Пошла ульта Свитка лечения нет Оооо Да тут минус мейн Не, я определенно Не дооценил Colorful Он комбэчится Классно Несмотря на поражение Убивает мейн И по факту Сейчас у Сока Остается только Одна атака То есть он сейчас Вот этим лимитом Должен каким-то Макаром продавить Может конечно Пойти сначала На экспанд Откуда у вардена МШ Спрашивает Максвин В магазине Эльфийском продается Это сначала ТФТ Мортиры подставляются Варька прячется Алхимик пытается Их вылечить Но не получается Варден откатится И убьет Как минимум Преста Не достала По Престу Алхимик продолжает Лечить Там у эльфа 80 лимита уже И опять Мортира никакая А когда первые трупы Ой варденка МШ включает Вынужденно Почему алхимик Не лечит Лечит Крайне сложно Здесь эльфа Первые трупы Уже появляются Аватар оф венженс Начинает работать Как красиво Да и отбивается Colorful А это атака И сок должен Убивать вообще Эльф Должен убивать Был Эльфа И он сейчас понимает Что он никак Это уже Варден с полной маной Не законтрит Телепортируется А куда телепортироваться 52 лимита 1-1 1-1 1-1 Неужели эльфы прорвутся Выйдут из группы Вполне возможно Так что у нас здесь Так что у нас здесь У нас здесь 17 уровень Эдюкейтед мы взяли То есть продолжаем Верить В Слэйра Эксперт киллера Качаем крит шанс Крит урон Продвигаемся дальше По лору Почему эльфийки Ночи невидимы В смысле Ну то есть Ну как бы они же Дикари в лесу Зачем я это сделал Зачем проидентифицировал У меня и так Идентификация одна осталась Я тут трачу все Очень хороший мод Друзья Рекомендую Если когда-то играли В первую Диабло Вам очень понравится Вы не пройдете На Айрон Мэне Три уровня сложности Так Лучки игнорируем Армор тоже игнорируем Меня интересуют пушки Кольца Амулеты Наверное только так Кольца Амулет Может быть маска Может быть маска Нет маска Сразу нет Извините Не подумал Шестоты закинуть Просто пароваясь В Дексу и Силу Пошел Фьюри Здесь конечно лучше Аккуратнее Потому что скелеты Жирные есть И тем не менее Не даю себя окружить Но все равно Отлично Урон 80-90 12 ДФЕ 60 арморов Там начинается Третья игра Но Мы с вами сейчас На нее Переключимся Сразу как разберемся С этими Шестью Оставшимися монстрами И поставим Игру на паузу Это тоже Кстати Близзард Если вдруг Вы Смотрите Трансляцию Игру Эту не знаете Это тоже Близзард Энтертеймент Умели они Создавать игры Конечно Новые В жанре Просто Лучшие Стратегии Лучше МорПГ Лучшие Вот такие Вот РПГ Слэшеры Новые Жанры Шикарные Шикарные Близзы Интересно Мортиры же Могут стрелять По площади Почему Хайден Туварю Не бесит Таким образом Да Очень хорошая идея Я не знаю Почему он Мортирами Не стрелял По варьке В инвизе Там урон Сиджевский Конечно По ней Проходит Не очень Высокий Но я думаю Что двадцатку Она бы получала За выстрел Мы совсем недавно Вспоминали Что вот Девяносто шестой Девяносто седьмой Года Девяносто пятый Девяносто седьмой Там вышли Второй Варкрафт Диабло И Старкрафт Вот в эти там Три-четыре года С Эдонами Там по ту сторону Портала С Брудвором Там в восьмом Девятом В восьмом году Потом Вов кажется Было Около двухтысячного Вышел он Кажется Где-то так Или В начале Двухтысячных И фоллаут один Причем здесь Близзард Осмаду Какой Фоллаут Что началось Там в принципе Тогда Можете Столько Хороших Игр В середине Девяностых Вспомните Вов 2004 С Варли Понятно Если у Близзардов Получалось Не айс То они не выпускали Игру А по квест Да Квест был По качеству Забракован Мне до сих пор Валяется выпуск Игромании 2003 или 2004 года Где ты даешь Страты через Жука и Пауков Зандера Но Жук Тогда был Несколько другим Мало кто За него играл Но стратегии Для товарищей Которые играют На среднем уровне За Жука Вообще были отличные То есть это Хорошая была Альтернатива Два виспа Ну вот Уже нормальный Ооо Он сам Это такая ошибка Он сам элементалями Собрался И архмагом Подошел По двух виспов Сначала сплетанул Как царь А потом собрался Айгонас Хорошая 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 Мг Мг Силипор Мг Похоже Начало От калл То есть за исключением Этого диспола А сейчас читаешь Новости Что Близзер платит Своим сотрудникам Копейки Гридфор Ну я посмотрел Детали по этой новости Там сотрудники Сделали Табличку Где Анонимно Свои данные По зарплатам Выдали И там Разные Должности И очень большой Разброс По уровню Зарплат То есть действительно Очень большой Разброс По уровню Зарплат Даже в рамках Одной и той же роли Люди получают По-разному Поэтому Ну и Соколик Хороший комментарий На мой взгляд Тоже Написал То есть Вполне вероятно Что Ну это Ладно Не важно Короче Почитайте новость Почитайте комменты Почитайте таблицы Поанализируйте Вот Я допускаю Что Есть где-то Несправедливость Естественно Но Как правило В капитализме Несправедливость Регулируется рынком Если бы Была монополия Если бы была Единственная Там какая-то Компания Которая Ультимативно Диктовала бы Условия По рынку Но В принципе Blizzard Это далеко Не единственная Студия Можно работать В разных Компаниях Поэтому Чем рассказывать Как все плохо Надо наверное Ну этот Этот подход На самом деле Может привести Вынудить Компанию Увеличить Расходы Но в целом Самое действенное Это когда Сотрудники Начинают Ливать Просто на Другие работы Где оплата Достойна Ну вот и все Но котик Все равно Не очень Ну не нравится Это единственный котик Который мне не нравится Бобби Но с другой стороны Под руководством Котика Компания Свои показатели Это ключевые Увеличивает Значит он С работой Справляется Что-что-что-что-что-что Что происходит Вот они говорят Они что-то кричат А я не понимаю Чего они кричат Манаберна троечка Молодец Барак падет Тут уж никак Но ценой пары футменов Как минимум Там что Архмак выпил Большую бутылку Маны сейчас Ради того Чтобы убить Барак Полный Темплар Отличный комментарий Я передам Соколику Что ты Сказал Что он не прав Так Дирижабль Просто Эта банка Она 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 со временем Становится более ценной Когда выходит Второй герой Когда появляется У второго героя Третий уровень Скажем Когда Речь идет о каком-то Важном сражении А здесь он по факту Убил Барак Для чего? Для того чтобы Эльф Вот эту вот точку Сразу не закрепил Ну вот он ее сейчас закрепил И в результате Он разменял эту Банку Получил два Манаберна Битого Архмага И все Короче Поторопился Кажись Сок С этой бутылкой Форкет Отличный Колорфул Подрезает Трех рабов И продолжает Резать Продолжает Получается Подходит Но Минус Как минимум Одна вышка И три раба Очень хорошо Колорфул Здесь играет Перегруппировывается Противополченцев Потому что Ну очень неприятно Ими Арчей встречать Чуть-чуть Поторопился С Форкетом Чуть-чуть Он мог прям Там Архмага забрать. О! За мной приехали. Так, продолжается давление. Восстанавливает вышку сейчас. О, навигатор Голомира. С Ларочкой. Второй Макс Пейн. Шикарные игры. Магазин ему нужен не для того, чтобы... Ну, нужно уничтожить. Не для того, чтобы там не стали закупаться. Он тут просто мешает добраться до вышек. И прям, невзирая на то, что вышки стреляют, прорывается. Минус Магаз. А, я не знаю, как здесь держаться. То есть, нужно время... Нужно где-то время достать. Димка битый. Первые присты идут. Нельзя надолго уходить. Ой, нельзя, он отходит. Магазин восстановит. А можно через турниры Гудгейма делать турниры по покеру для человека 10-20. Вполне, там есть фафашка, я думаю, что с ее помощью можно сделать. Там есть турнир, по сути, где ты формируешь не турнирную таблицу, точнее, не сетку, а именно вот табличку. Не знаю, насколько туда можно за покер подтянуть. И в рамках одного турнира может быть несколько таких таблиц. Ну, типа там, кто первый, кто второй, сколько за что очки получает. Очередная атака от Калверфу. А вот сейчас он может весьма неплохо ворваться. Потому что медведей уже больше. Никто не мешает армии, потому что только-только подходят. Димка четвертый. Магазин минус. Но надо отступить хотя бы для риджа.